Здравствуйте, дорогие участники программы «Весенний детокс». Это наш первый вводный урок, для того, чтобы вы имели представление, как будет проходить наша программа. С вами Елена Левицкая, лайф-коуч по здоровому образу жизни, специалист по аюрведической здоровой кулинарии. Итак, какой будет формат проведения нашей программы? Каждую неделю вы будете получать видеоуроки оффлайн, то есть они будут в записи, и они будут выкладываться на отдельных страницах. На каждой из этих страниц можно будет задавать вопросы, получать поддержку, выкладывать видео, фото, если захотите. И под каждым уроком вот такой чат, он будет отдельный. То есть прошла одна неделя, на которой у нас чат на этой страничке. Дальше следует следующий урок, под ним идет тоже домашнее задание, вопросы, и мы переходим в чат на следующую страничку. В этом году мы не стали делать группы ВКонтакте, для того, чтобы не уходило много времени на пребывание в соцсетях и на общение с компьютером, с интернетом. Для того, чтобы максимально расслабиться. Все-таки весна, весенний пост, период март, начало апреля, это период, когда организм человека наиболее ослаблен, и иммунитет в это время самый слабый. И конечно же, чем больше гаджетов вы используете, чем больше времени вы проводите у телевизоров, у компьютеров, тем слабее будет ваш иммунитет. Поэтому желательно, чтобы вы изучали видео уроки, готовили по сборникам рецептов, задавали вопросы, но не старались проводить очень много времени в интернете и в чате в частности. То есть наполняйте свою жизнь другими какими-то занятиями, прогулками, спортом, рукоделием, общением позитивным с семьей, с друзьями, нежели приходить очень много времени тратить на виртуальное общение. И используйте этот пост, этот весенний детокс, не только для того, чтобы почистить тело, но освободиться от различных дурных привычек и различных мешающих вам негативных эмоций, обид, претензий. Практики для этого у нас тоже обязательно будут. Итак, сейчас на слайде вы видите адрес странички, где будет располагаться первый вводный урок. То есть тот урок, который вы сейчас слушаете. Соответственно, под этим уроком вы можете авторизоваться через соцсеть, любую соцсеть, в которой вы зарегистрированы. И тогда вы сможете писать вопросы, писать ответы, участвовать в чате. Также у нас есть страничка, главная страница, страница-хранилище всех уроков. И там же можно будет напротив каждого урока смотреть приложение, скачивать сборники рецептов. Там будут дублироваться письма, рассылки и любые дополнительные материалы. Адрес этой странички вы тоже видите сейчас на слайде. И еще мы сделали такую возможность для вас, чтобы вы могли скачивать видео уроки не только в формате видео, но и также в формате аудио mp3. Для того, чтобы вы могли их прослушивать также на плеерах, на смартфонах. Если, например, нет такой возможности смотреть именно урок, то есть хочется слушать. Группа у нас с вами большая, более 100 человек. Но большая часть группы это те, кто участвовал уже в предыдущих детоксах. Поэтому многие вещи вам уже знакомы, что-то вы будете вспоминать, какие-то вещи вы можете уже хорошо знать. И поэтому иногда вы наверняка захотите просто прослушать, то есть без просмотра. Вот, как я уже сказала, у нас в каждом видео уроке всего их будет 8, включая этот 7 недель у нас идет, 7 полных недель у нас идет наша программа с хвостиком. Да, 8 неделя неполная. И поэтому у нас именно 8 будет таких уроков. И желательно участвовать обязательно в чате, отчитываться по домашним заданиям. Конечно, это не школа, мы не строгие учителя, никто вас строго судить не будет. Больше всего отчет по домашним заданиям нужен именно вам, для того, чтобы видеть динамику, что происходит, для того, чтобы не выключаться из программы и где-то даже похвалить себя, где-то обозначить, над чем стоит еще поработать, что стоит улучшить. Ну и в принципе, когда мы работаем в группе, у нас эффект, результат у нас очень, как сказать, в групповой, он более сильный, более эффективно проходить такие детоксы именно в группах. Почему? Потому что в группе можно получить поддержку, потому что в группе очень много мотивации, вы вдохновляетесь, да, или вы наоборот видите, например, что не так-то уж и плохо. У вас, да, то есть у кого-то есть похуже, и не разочаровывайтесь, да, то есть это для тех, у кого больше идеализации, перфекционизма, то есть очень высокие требования, так себе. Ну, в целом хочу сказать, что с началом программы мы образуем такой некий круг нашей силы, и вам будет легче соблюдать даже те правила, которые вам никогда не удавалось ранее соблюдать. Например, там, пить воду чистую, вставать пораньше, отказываться от каких-то вредных продуктов, потому что в группе есть вот такое некое волшебство, да, то, что каждый человек в группе, он помогает. Соответственно, чем ответственнее вы подойдете, тем лучше будет результат у всей группы. Если вы подойдете халатно, да, даже заплатив свои деньги, да, вы будете отлынивать от программы, то это немножечко будет и всю остальную группу тормозить. Как правило, бывает это видно, и мы это замечаем на программах. Какие же секреты успеха наших именно детокс-программ? Секретов не так уж много, больше, конечно, будет именно в самих видеоуроках и в процессе, когда вы будете задавать вопросы. Задавать вопросы очень полезно. В принципе, все аюрведические знания, все трактаты по аюрведе, они были так и записаны в виде вопросов и ответов. И когда собирались мудрецы, как вы знаете, вначале вообще ничего не записывалось, потому что люди сами были источниками и хранителями информации. И память была отличная, и не нужно было ничего записывать. И когда собирались ученики и учитель, если у учеников не было вопросов, тогда учитель ничего не рассказывал. Они могли просто петь, они могли просто медитировать, делать какие-то практики. Но если были вопросы, то учитель отвечал, и вот так знание именно передавалось. Поэтому очень хорошо, если вы вопросы задаете. Но желательно, конечно, вопросы задавать после того, как вы прослушали видеоурок и у вас они возникли. То есть часто бывает так, что человек не слушает уроки или очень невнимательно прослушивает их и задает вопросы, которые уже имеются в уроках. То есть будьте внимательны и учитывайте то, что группа большая и какие-то вопросы, конечно, будут часто повторяться. То есть будьте внимательны. Иногда в чате очень многие ответы на вопросы бывают. Какие же секреты нашего успеха, нашего детокса? Первое – это то, что обязательно мы ставим цели. И у вас в рассылке, в первом письме написано, как их поставить. Почему очень важно именно на трёх уровнях поставить цели. Учитывая то, что мы не только тело, но также у нас есть ум, также у нас есть душа. И цели тоже могут охватывать. Особенно во время Великого Поста сама природа нам помогает. Как это говорят уже, намоленные практики, которые являтся уже в течение большого периода времени, есть у них своеобразная энергетика. То есть именно во время весеннего поста можно исцелиться от многих заболеваний и можно значительно улучшить свои отношения с пищей, с питанием, выйти на новый уровень, как это говорят. Ну и, соответственно, бонусом будет красивое, более молодое тело, красивая фигура, то есть избавление. Ну, переход вообще на другое отношение к пище, без переедания и без западания на вредные продукты. Некая такая степень свободы в области питания. Также очень важно сделать замеры, но вы можете не писать их в общий чат, так же, как и цели, да, в принципе, вы можете не писать, но обязательно записать в ежедневнике. Можно завести ежедневник, датированный или не датированный. Можно просто завести тетрадку, тетрадочку, в которой вы будете по детоксу какие-то для себя делать пометочки, конспектировать, очень хорошо конспектировать уроки, потому что когда вы записываете, вы запоминаете намного лучше. И очень хорошо рассказывать кому-нибудь, то есть какие-то новые правила, которые вы усвоили, можете рассказывать подругам, друзьям, коллегам. Ну, я не очень рекомендую, правда, обучать женам, обучать мужей, потому что, если они этого не спрашивают, да, потому что, как говорится, мужчины у них эго сильнее, они не очень любят, когда женщины их обучают, свои женщины, жены. Но, тем не менее, какие-то интересные такие фишки вы можете рассказывать, потому что, когда мы повторяем, мы тоже усваиваем информацию лучше. Практически мы ее запоминаем навсегда, когда мы ее повторяем. Если вы заведете тетрадочку, она будет у вас, она останется у вас навсегда. И в следующий детокс вы можете просто к ней обращаться, например, да, в следующий пост. Самостоятельно можете пройти такой пост. Можете какие-то вещи вспоминать, да, то есть будет много очень интересной информации по биоритмам, по то, в какое время какие органы активны, какие пять элементов в какое время действуют и в каких продуктах содержатся, да, то есть все это может вам помогать, в принципе, по жизни, начиная с этого момента, как вы это узнаете. Вот, и вот эти первое, что нужно записать в тетрадке, это именно ваши цели и замеры. Хорошо, если вы запишите это также в чате, потому что тогда вы будете вдохновлять еще других участников, и тогда я буду лично видеть, что вы участвуете, да, что вы включились в программу. Для чего делаются замеры? Для того, чтобы отслеживать, как меняются объемы тела, потому что могут не меняться, не меняться цифры на весах, но при этом будет уходить отек, будут уходить объемы тела, и это будет очень хорошо вас мотивировать. Следующий секрет – это диначалье или режим дня и питания по аюрведе, утренние и вечерние процедуры. О них мы подробнее расскажем в следующем уроке номер два. Это очень интересно, и уже 50% успеха и сохранение хорошей фигуры, крепкого здоровья на всю жизнь, они содержатся именно в освоении диначарей, то есть вот этого особого режима дня и питания. Мы расскажем вам про время, когда лучше всего ложиться, вставать, как можно с этим обыгрывать, играть, если у вас какие-то графики сложные. Мы расскажем про то, почему так важно утром не сладкой зубной пастой чистить зубы, а, например, порошком с травами. Мы расскажем про то, зачем полоскать утром рот маслом, и зачем делать масляные массажи. Также мы расскажем о том, как именно утром пить воду, как научиться быстро просыпаться и быстро засыпать. То есть некоторые такие вещи, они абсолютно не требуют в жизни никаких затрат, а всего лишь вашего осознанного внимания. То есть когда вы обращаете на это внимание, делаете это регулярно. Вы получаете большой очень бонус, и тело начинает переваривать пищу совсем по-другому. Улучшается метаболизм, даже без изменения особого, самого стиля питания, вы можете многие вещи изменить, только освоив в начале. Следующий секрет успеха детокса – это бережное отношение к своему телу, без фанатизма. Избегайте, пожалуйста, всевозможных обетов, клятв, например, то, что я обязуюсь, я клянусь соблюдать этот пост, не кушать мясо, рыбу, яйца. Скорее всего, вы обязательно нарушите, или очень сильно будет страдать ваша психика, ваша нервная система. Поэтому позвольте себе идти в своем собственном ритме. Какие-то правила можно нарушать, и учитывайте обязательно вашу личную ситуацию, если вы кормите грудью, если вы беременны, если вы находитесь в состоянии стресса, если у вас нагрузки очень большие, умственные или физические, конечно, у вас, возможно, добавятся какие-то продукты, даже не разрешенные на детоксе. Но в любом случае у нас нет срывов. Мы называем это кутеж. То есть у нас даже есть официально на таких программах раз в неделю по пятницам, например, кутеж. То есть вы можете съесть все, что хотите. Также вы можете устроить себе кутеж в день рождения, в день рождения своих близких, если вдруг у вас мероприятие какое-то. Кутеж означает, что вы кушаете то, что вроде как по программе запрещено, и при этом вы говорите, я разрешаю себе с любовью, с благодарностью к своему телу, я разрешаю себе это кушать. Можно даже использовать такую уловку. Я кушаю это, вы можете назвать, и стройнее. Я кушаю это и оздоравливаюсь. Я кушаю это, и это мне очень полезно. То есть никогда не говорите, что вот я поела там мясо, да, и мне стало плохо, то есть все, как бы я нарушила программу, какая я неосознанная, какая я безвольная. Не делайте этого, потому что в принципе ничего особенного не случится. Но если вы плохо себя почувствовали после какого-то запрещенного продукта, скорее всего вы просто испытываете чувство вины, стыда и себя ругаете. Все эти чувства, вина, стыд, самоуничижение, нелюбовь к себе, они очень сильно блокируют нашу энергию. И энергия не поднимается вверх. То есть мы как будто бы закрываем себе чакры. Про чакры мы тоже будем обязательно беседовать на нашей программе. Поэтому обязательно, если что-то у вас не по плану пошло, то вы позволяйте себе. Говорите, я себе разрешаю. Я себя люблю, я себе разрешаю, я себе позволяю. Единственная просьба, старайтесь не писать в чат, как именно и чем именно, каким продуктом вы нарушили список разрешенных продуктов, чтобы не соблазнять других участниц. Можно просто написать, что так и так вот это случилось, ну ничего страшного, все, с сегодняшнего дня я опять возвращаюсь к программе. Если вы запоздали, например, слушайте этот первый урок спустя длительное время, например, командировка у вас случилась, или отпуск, или приболели, или что-то еще, стресс, аврал какой-то, такое часто бывает. Не волнуйтесь, включайтесь в программу, как только получается, то есть не нужно начинать с самого первого дня, с первой недели, то есть какое у нас идет питание, в такое питание и включайтесь. Все будет хорошо, то есть на самом деле здесь оно будет работать, даже если вы включитесь попозже, там, да, спустя неделю. И скажу вам такой сигарет, что если даже 10-15% из того, что вы узнаете на этой программе, вы внедрите в свою жизнь и в жизнь своих близких, вы уже себе сохраните здоровье, сохраните 10-15 лет жизни дополнительных, и в принципе, как бы это будет залог оздоровления ваших всех последующих поколений, да, то есть вы поменяете многие привычки, которые сложились, не очень здоровые. Вот, то есть без фанатизма, бережно и с любовью. Об этом мы будем часто говорить. Следующий секрет – осознанное питание растительными продуктами. Почему именно растительными, почему именно разнообразными, чуть позже я расскажу в этом уроке. Осознанное питание, мы будем этому специально учиться, то есть когда вы позволяете своему организму говорить вам о потребностях, потребностей ума, тела, духа, то есть когда вы хорошо начинаете чувствовать, когда у вас хорошо чувствуют рецепторы языка, чувствуют вкусы, да, потому что часто язык бывает покрыт налетом и забит очень сильно. Кстати, чистить язык тоже мы будем утром обязательно учиться, языкочистками специальными, все это в следующем уроке, во втором я расскажу. И очень часто осознанное питание, оно включает и очищение языка, очищение рецепторов, чувствование всех вкусов, понимание какого вкуса вам не хватает, какого белка именно вам не хватает. И, конечно, это же сам процесс поедания пищи, да, то есть потому что от того, как вы кушаете именно пищу, в каком состоянии, насколько быстро или медленно, ваша поза, когда вы кушаете, ваше состояние ума, разговариваете или молчите, где вы принимаете пищу, да, то есть именно в каких-то условиях, все это очень сильно будет сказываться именно на осознанном питании, то есть насколько вы осознанны. И от этого будет очень сильно зависеть пищеварение, потому что сам прием пищи это первое, самое главное условие здорового пищеварения. Но на вот эти 48 дней программы, 48 дней по 100, мы исключаем мясо, рыбу, яйца, жирное молочное, рафинированные продукты, консервы, кофе, какао, черный чай и алкоголь. Мы можем использовать замороженные овощи, ягоды, но стараться не делать это основной вашей пищи, на детоксе. То есть, если захотелось брокколи, а брокколи не продается, можно иногда приготовить брокколи, можно приготовить спаржевую фасоль, например, зеленую, стручковую, можно что-то еще, да, у вас есть какие-то заготовки, там, замороженные овощи. Но, в целом, как бы, да, не стоит на заморозке делать большую ставку, потому что считается в аэруведе, что заморозки содержат очень мало праны, тонкой жизненной энергии, которая есть только в необработанных продуктах и продуктах, приготовленных щадящим способом. То есть, не глубоко зажаренных, не проваленных, а, например, приготовленных на пару, да, или слегка-слегка потушенных. Вот, поэтому заморозки, у них есть еще такая особенность, то, что они не просто перевариваются, они, как бы, немножечко дают брожение в организме, да, потому что этот продукт, который уже, структура его клеток очень сильно изменена. Вот. Почему мы не кушаем на нашем детоксе мясо, рыбу, яйца и жирное молочное, рафинированные продукты? Об этом мы будем тоже говорить частично сегодня, частично все следующие 8 недель программы. Ну, многие из вас знают, что есть несколько продуктов, которые очень сильно закисляют организм, и обычно в этот список уходит мясо, молоко, мука белая, да, и сахар. То есть, действительно, как бы, да, эти продукты, они чемпионы по засорению именно кишечника. А когда у нас засоряется кишечник, засоряются его ворсинки, постепенно это все накапливается годами, возникает патогенная микрофлора, да, которая привлекает задержив в организме, да, различных там микробы, паразиты, микроорганизмы, засоряет кровь, да, вирусы тогда могут в кровь попадать. Вот. И очищение, оно тоже должно происходить постепенно, так же, как это медленно все накапливалось, без каких-то резких таких вот голоданий, там, клизин, да, без резких, жестких каких-то процедур. вот, ну, самое главное, что когда у нас организм засорен многими из этих продуктов, то есть, например, даже мясо, да, его можно кушать так, то есть, сочетать с такими продуктами, что-то не будет сильно закислять организм, но, как правило, особенно вот в России, у нас избыток именно идет вот этого белка, да, из мяса, и неправильное его укушение, например, когда кушают мясо с тестом, мясо с картошкой, да, то есть, и за счет этого идет в основном засорение, даже уже у детей, да, то есть, быстро засоряется кишечник. Вот. И именно когда происходит такое образование патогена микрофлоры, у нас меняются вкусы, то есть, вкусы становятся такими, что хочется чего-то такого гиперярких вкуса. больше соли человек начинает кушать, ему начинают вкусными быть кетчуп, майонез, вот те, кто питаются по аюрведе, многие из них просто не могут кушать майонез, потому что находят его очень невкусным. Больше сахара человек кушает, больше жиров, да, молочки, больше простых углеводов. И все это происходит неосознанно. Почему? Потому что в основном этими вкусами начинают руководить именно вот этими укробы, вот это патогенная микрофлора, которая живет в организме. Мы же предлагаем вам на этой программе попробовать вместе с нами очистить ваш желудочно-кишечный тракт самым безопасным экологичным способом, то есть, поменяв, немножечко поменяв питание в сторону щелочного и понаблюдать, как при этом будут меняться ваши вкусы. Даже если потом вы вернетесь к более обычному питанию, своему традиционному, вы заметите, что у вас все равно многие продукты вредные уйдут из питания, и это я говорю не понаслышке, об этом говорят все участники детокса предыдущих годов. И вы сэкономите, во-первых, много денег, не только на лекарствах, потому что болеть будете меньше, но и на многих вредных продуктах, потому что часто вредные продукты очень-очень дорогие бывают. И также хороший бонус обычно происходит отказ от таких стимуляторов, как кофе, шоколад, алкоголь, крепкий чай, потому что обычно, когда организм человека засорен достаточно, кровь густая, закисленная, обычно в таком случае человек испытывает постоянную нехватку энергии. Он может засыпать после еды, потому что у организма нет энергии на переваривание тяжелой пищи, на переваривание обеда, в котором много видов пищи. И тогда человек начинает обращаться к стимуляторам. Он пьет кофе, он пьет чай, его тянет на алкоголь, но если наладить метаболизм в теле и очистить желудочно-кишечный тракт, высвобождается большое количество энергии. И пить кофе, какао, алкоголь, какие-то использовать стимуляторы, яркие какие-то вкусы, такие гипергетические, гипер, много соли, например, различные с уксусом, заготовки, различные консервы, то все желание все это использовать отпадает само по себе. И используйте, еще раз обращаю ваше внимание, используйте именно то, что практика групповая, и в группе это делать легче, потому что, когда вы самостоятельно пытаетесь проходить какие-то детоксы, диеты, очищения, вам сложнее, потому что в окружении людей, которые питаются обычным способом, да, то есть, и кушают часто вредную пищу, вы выглядите белой вороной. А здесь вы чувствуете поддержку, мотивацию, вы знаете, что вы не один и не одна, да, то есть, что вы можете реально это сделать. вот, и еще один секрет, это наши рецепты, естественно, да, без них это было бы невозможно, пройти такое очищение, потому что они вкусные, они креативные, они доступные, они содержат 6 вкусов, почти каждое блюдо содержит 6 вкусов, сладкий, кисло-соленый, горький, острый, вяжущий, об этом тоже будем говорить в следующих уроках, и когда 6 вкусов человек получает, он наедается даже небольшим количеством пищи, и это здорово, да, то есть, как у нас будут добавляться продукты, график добавления продуктов, у нас всего будет, у нас всего с вами будет 3 сборника рецептов, первый сборник рецептов, тот, который вы получите сейчас, получаете сейчас вместе с вводным уроком, он на первую неделю, и первая неделя, как правило, самая трудная, но и самая эффективная по очищению, на этой неделе мы используем цельные злаки, практически все, которые не рафинированы, да, то есть, те, которые содержат оболочки зерен, ну, единственное исключение, можно рис, да, белый рис, и некоторые злаки, они полуочищенные, например, как проса, да, то есть, в общем, мы используем семена, то есть, можно кунжут, можно лен, и у нас рецепты тоже будут содержать эти продукты, можно семечки подсолнуха, все это очень, семена, они очень-таки белковые продукты, содержат полезные масла, а также можно будет проростки из лаков и семян, и очень важно, чтобы вы к началу нашей программы просмотрели, прослушали курс обучающий проростки, который получил каждый участник этой программы, это наш бонус такой, да, дополнительный, ну, если вы не знаете, да, как делать, если вы хорошо знаете, как готовить проростки и постоянно их употребляете, то вы можете, конечно, этот курс не прослушивать, потому что это уже присутствует в вашей жизни, также можно будет на первой неделе орешки, но орехи это продукт, который близок к закислению, да, то есть он такой нейтральный достаточно, но в большом количестве орехи сильно закисляют, так как содержит много омега-6, поэтому орешки, они просто будут дополнять блюда, дополнять салатики, дополнять, их можно будет в пловы использовать, можно будет в котлетки их использовать, можно будет соус ореховый делать, да, это дополнительный также источник, белка и полезных жирных кислот, конечно же, овощи, да, в какой пропорции все это мы будем кушать, тоже мы расскажем вам сегодня, и зелень в любом виде, можно свежую, можно сушеную, и некоторые базовые нерафинированные масла полезные, ну, самая большая печаль, то, что на первой неделе нам нельзя кушать хлеб, даже без дрожжевой, и нельзя кушать фрукты, кроме яблоков и изюмов, только яблоки и изюм, они сильно очень не повредят, именно на первой неделе, когда мы используем сборник рецептов, номер один облегчающий, да, то есть, именно на этой неделе нам нужно подготовить организм к очищению, сделать это мягко, и поэтому на этой неделе у нас поменьше белка, чем на других неделях, если вы знаете, во время поста эта неделя вообще считается очень-очень самой жесткой, самой строгой, да, и там какие-то дни вообще очень недоскудная, сырая и без масла, да, то есть, если вы соблюдаете Великий пост на 100%, вы можете тут немножечко, конечно, себе больше вводить ограничений, но мы не соблюдаем Великий пост на 100%, как я уже говорила, и каждый из нас сам решает, да, то есть, насколько он будет строго к этому подходить. То питание, которое предлагаем мы, оно является целебным, очищающим, и оно на самом деле содержит все необходимые белки, витамины, микро-макроэлементы, клетчатку, все, что нужно для энергии, для того, чтобы при том, что вы поститесь, вы могли работать, вы могли двигаться, вы могли полноценной жизнью жить. Вот, то есть, самая большая печаль, что на первой неделе с началом программы нам нельзя будет выпечку и сладости, которые тоже очень вкусные, постные, можно готовить. Можно будет вместо хлеба делать лепешки из проростков, и если очень-очень-очень-очень можно купить бездрожжевые хлебцы, но, как правило, все вот эти продукты сухие, как хлебцы, чипсы, мюсли, печенье, они очень сильно возбуждают вкус, да, то есть, возбуждают аппетит, и вы не сможете ограничиться, например, одним кусочком или двумя кусочками, и это будет мешать очищению, то есть, в идеале, если первую неделю вы продержитесь на продуктах, которые не сухие, не обработаны промышленным способом каким-то, только то, что вы будете готовить, или то, чем вы будете, например, пользоваться в столовых, да, из разрешенных продуктов, да, например, покупать какие-то там гарниры, да, злаки. Можно будет также травяные чаи, так как мы не используем кофе и чай черный, можно будет травяные чаи. Зеленый чай можно пить лучше в первой половине дня, потому что он содержит кофеина много, и зеленый чай лучше всего первую заварку подождать одну минуту и вылить ее, потому что именно в ней будет основное количество кофеина. Когда вы заваливаете на второй раз зеленый чай, вкус его нисколько не ухудшается, даже часто улучшается, он раскрывается, но кофеина в нем становится меньше. Поэтому зеленый чай мы в принципе можем не исключать, но если вы будете его именно таким способом заваривать. Вот. А чуть позже, со второй недели, у нас добавятся еще морсы всевозможные, да, напитки всевозможные, и можно будет тоже это готовить. И, кстати, можно также напитки и специи, да, рецепты у вас такие будут тоже в сборнике. Можно компот из шиповника тоже, да, добавлять, это очень неплохо. Вот. Также нам можно будет пророски из злаков и семян, но пока на первой неделе нам нельзя будет бобовые, да, то есть бобовые, соя, соевое мясо, соевый сыр, это можно будет все попозже. Макароны обычные из твердых сортов шиниц, белые тоже нельзя, то есть это почти то же самое, что белая мука, но нам можно иногда рисовую лапшу, гречневую лапшу, соба называется, и бывают такие цельнозерновые макароны, цельнозерновые спагетти, они такие темненькие, увлекаться ими не стоит, но потом объясню, почему, да, то есть в следующем уроке, но иногда покушать можно, если очень-очень захочется. И можно рисовую бумагу, то есть делать блинчики из рисовой бумаги, прозрачные. Со второй и третьей недели у нас будет следующий сборник, он будет дополнительным, то есть каждый сборник рецептов будет дополнять предыдущий. Ну и здесь уже добавится больше белка, очень разнообразного, добавятся бобовые и проростки из них, можно будет грибы, самые нейтральные по кислотности это шампиньоны и грибы шиитаки, и также добавятся фрукты, все остальные и ягоды. Некоторые рекомендации я все равно буду говорить, какие больше продукты закисляют, какие меньше даже из щелочных. Часто спрашивают про гриб, чайный гриб, молочный гриб. Если вы используете их и хорошо себя чувствуете от этих продуктов, можете их использовать. Но в принципе мы стараемся на детоксе не добавлять каких-то продуктов с изображением, квасов всевозможных и не добавлять каких-то лекарств, бадов. Про бады я расскажу в этом уроке, какие можно будет бады использовать, если реально какие-то будут проблемы. То есть это будет лучше, чем лекарства и можно будет их заказать, они очень быстро достаточно приходят. Это натуральные бады, которые не содержат никаких синтетических препаратов, то есть это то, что сделано из специй, из трав. Об этом я обязательно расскажу. И с четвертой недели у нас добавится сборник рецептов номер 3 и там уже можно будет добавить бездрожжевой хлеб, лепешки, все это постное будет вегетарианское и сладкое вегетарианское выпечка. То есть практически первая неделя самая трудная на второй и на третий если вы уже готовите из бобовых и уже имеете опыт прохождения детоксов, то вам конечно уже совершенно будет нетрудно. Постарайтесь, если вы первый раз проходите такую программу и многие технологии приготовления вам еще не знакомы, о которых мы будем говорить, варка на пару, приготовление крем-супов, приготовление соусов различных, проращивание, постарайтесь постепенно тогда входить в программу, то есть не теряться, не расстраиваться, где-то даже готовить привычную вам еду, пока вы не освоили новую, и постараться все равно стараться хотя бы один-два рецепта новых в день осваивать, если все для вас абсолютно ново. мне рассказывали, что бывало такое, что люди приходили на наши программы и у них был просто шок, что можно вот так питаться, что существуют вот такие технологии, что можно проращивать, и бывало, что человек просто первое время просто слушал, но ничего не делал, и уже только со второй детокс-программы он начинал что-то делать, приобретал пароварку, такое тоже бывает, но я вам желаю, чтобы вы сразу включались, тем более, что группа сильная, и больше 50% люди, которые уже были на детоксах, они будут вас поддерживать, они будут вам демонстрировать свою компетентность, и вы будете стараться тоже подтянуться к этому уровню, и это здорово, потому что вы быстрее включитесь в программу, когда много уже таких старичков, много профи. Вот, дополнительное я хотела бы еще сказать, что наша программа, ее легко проходить, потому что мы учитываем также лунные дни, будем рассказывать про некоторые практики и энергетику лунных дней, убывающей, растущей луны, почему, потому что на самом деле, это тоже влияет, например, на убывающей луне, легче терять вес и очищаться, да, на растущей луне, может это немножечко быть посложнее, то же самое с циклом, да, то есть, если мы говорим о цикле менструальном женщин, то здесь тоже важно учитывать такой момент, что когда мы подходим к овуляции, это середина цикла, то потребность в белках, в жирах у нас может усилиться, увеличиться, и процесс похудения, да, процесс потери лишних килограммов, он может затормозиться, а вот что касается второй половины цикла, то там на самом деле можно быстрее стройнить, но будет тянуть на разные вредности, будет снижаться уровень энергии, и если, например, вы при этом будете мало пить воды, много есть тяжелой пищи, да, много жиров, то сложнее всегда бывает ПМС, тяжелее, и исцеление от заболеваний, потеря лишнего веса тоже будет идти немножечко медленнее, хуже. Следующее, это свежий воздух, небольшая физическая нагрузка, но свежий воздух, он вообще ощелачивает организм, то есть кислород, он нужен нашим клеточкам для нормальной работы, для функционирования. Сегодня мы забываем об этом, особенно те, кто в больших городах живет, вообще мало кислорода, и у тех, кто очень много сидит в офисе, к тому же нужно учесть, что сегодня в офисах зачастую евроремонт, и стены, обои, мебель, все сделано из таких материалов, которые очень сильно сами фонят, то есть человеку еще больше нужно на самом деле гулять, потому что в процессе прогулок он будет хорошо очищать легкие, а через легкие у нас выходит до 80% токсина. Для этого мы будем подключать пранаяму, у нас будет обязательно техника такая, дыхательная, очень приятная, легкая, которую вы можете делать 5 минут утром, 5 минут вечером, для того, чтобы помочь вашему организму очищаться через дыхание, а не только через желудочно-кишечный тракт. Небольшие физические нагрузки полезны тем, особенно у кого есть проблемы с животиком, газообразование, боли, несварения, колики, спазмы какие-то. Всегда считалось в аюрведе, что небольшие нагрузки, 20-30 минут, зарядка утренняя, залог того, что метаболизм у человека улучшается. То есть аюрведы рассматривают физические нагрузки не как способ образования кубиков на прессе, а как именно улучшение пищеварения. Когда пищеварение хорошее, токсины не накапливаются. Также мы будем говорить о практиках очищения от негативных эмоций, гнева, обид. Это будет попозже на убывающей луне, когда мы уже освоим хорошо все принципы единочарии, режима дня, питания и основные наши исцеляющие практики. И первые три недели старайтесь не перегружать себя какими-то другими занятиями, практиками, спортом, не перегружать себя зданиями. позвольте 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 себе немножечко отдохнуть, то есть позвольте себе больше отдыхать, нашему уму тоже нужен отдых и позвольте себе очень плавно включиться в программу, то есть без таких каких-то резких перегрузов. Если не хватает оборудования, которое мы написали в письме первом, проварка, блендер, проращиватели, все это решаемо, всегда можно рассмотреть какие-то варианты, чем заменить, пароварку мы уже написали, то есть если нет возможности купить пароварку металлическую, потому что мультиварка не очень нам подходит, ее можно использовать, но там будут немножко другие рецепты, время приготовления будет другое, можно использовать вставку такую верхнюю часть пароварки, которая отдельно продается, ее можно поставить на любую кастрюлю и у вас получается пароварка, а крышка у вас будет от кастрюли, ее можно в пределах даже 1000 рублей приобрести, ссылки в письме мы вам направили, блендер обычно нам нужен, если нет хорошего блендера, который измельчает орехи, проростки, чтобы соусы делать, то можно купить Magic Bullet или Multimix, все, кто по нашим рекомендациям приобрел такое оборудование, все очень довольны, то есть это маленький небольшой приборчик с чашами, с большой, с маленькой, который меньше гораздо, чем любой блендер, и он измельчает очень хорошо, то есть у него высокие обороты, высокая мощность, и стоимость его сейчас от двух до трех тысяч в пределах, то есть это тоже в принципе доступно достаточно, вот, ну и можно занять у друзей, попросить на время программы, посмотреть, потом уже вы решите, надо ли вам, не надо ли вам покупать, ну, также напоминаю, что у нас нет срывов, можно все, да, и можно покутить, если очень хочется, а когда все можно, на самом деле сильно и не хочется, да, в основном человеку хочется, когда нельзя, можно отойти от программы и вернуться к программе с любой точки, у каждого из нас бывают какие-то дни, да, когда нам приходится решать более претенитетные задачи, задавайте вопросы по теме, в письме также я написала мои личные контакты, как обратиться на почту, вконтакте, в вайбер, и прошу, конечно, этим не злоупотреблять, но если вопрос такой, что вы не можете задать его в чате, тогда пишите, лучше всего, конечно, вопросы писать в чате, не стесняться, если они не касаются какого-то интимного характера, да, такого очень неудобно, например, про стул писать, да, или что-то еще, вот, но если вы пишете в чате, это прочитают другие люди, и возможно, у них есть такие же вопросы, то есть вы еще и поможете им, и я сразу отвечу, например, на вопросы нескольких человек, да, в самом чате, в чате нужно соблюдать этикет общения, стараться уважительно относиться к другим участникам, не ругаться, не кидать различные ссылки, в принципе, я не против, когда люди отправляют какие-то ссылки по теме, то есть они нашли какие-то пароварки, хорошее оборудование, диспетции продаются, да, то есть все, что касается нашей темы, я не против, но активно какой-то там продавать товар или какую-то компанию сетевую, конечно, ну это будет неэтично, да, на нашей программе, вот, что еще важно, важно отличать голод и аппетит и не переедать, этому мы будем учиться, но, конечно, хорошо бы, чтобы вы для себя записывали ваши тетрадочки, да, по детоксу, когда, что вы кушали, то есть ввели такой дневник и при этом отмечали, был ли у вас голод перед тем, как вы хотели покушать, очень часто у нас бывает не голод, а аппетит и очень часто это бывает на эмоциях, то есть что-то случилось, мы почувствовали грусть, злость, усталость, тоску, разочарование, жалость к себе и мы набрасываемся на еду для того, чтобы просто порадовать себя, погладить себя изнутри, по животику, не зная других способов, как это можно сделать, будем учиться другим способом, но и в то же самое время хорошо это хотя бы начать осознавать, когда вы будете это фиксировать, вы будете это осознавать, это будет первый шаг к тому, чтобы это преодолеть, то есть для того, чтобы избавиться от каких-то дурных привычек, сначала нужно их полностью принять, что да, это есть, да, я вижу, это есть, то есть принять, а не бороться с этим, и с собой так нужно, не бороться с собой, а принять себя всего, полюбить себя всю, от макушки до кончиков пальцев ног, и потом уже усовершенствовать все, что вам хотелось бы усовершенствовать в себе, очень важное правило организовывать свой ужин, свой режим питания так, чтобы после 8 часов вы не кушали и не пили, смотрите, это хорошая новость, не после 6, да, а после 8, то есть можно даже вот, ну там, с 7 до 8 покушать, и после этого уже стараться не есть и не пить, не пить это тоже важно, потому что вода тоже не нужна после этого времени, у нас идет процесс детоксикации, примерно, после 8 часов, усвоения микроэлементов, то есть наш организм, он все структурирует, он наводит порядок, подметает, да, можно сказать, распределяет, все складывает, витамины, белки, микроэлементы, все по полочкам раскладывает, если вы в это время будете еще кушать и пить дополнительно, то вы будете мешать вашему организму в этом плане и отличать жажду, да, то есть стараться, когда вы хотите пить, попить воды, всегда спрашивать себя, я сейчас хочу кушать или я хочу пить и с собой носить всегда бутылочку с водой, относительно воды, у нас нет такого правила, что нужно пить 2-3 литра воды, про воду я буду еще рассказывать, про ее волшебство, как она может помогать, но в целом лучше пить, когда вы используете жажду, когда вы чувствуете жажду, нужно научиться отличать жажду, и у каждого норма воды она будет немножечко своя, как я уже сказала, избегайте переутомления, больших физических и умственных перегрузок, потому что тогда ваш организм потребует более калорийной, более жирной, более белковой еды, и вам трудно будет соблюдать эту программу, да, то есть все-таки нужно, в принципе, для каждого человека физические и умственные перегрузки, это вред, да, и зачастую он начинает переедать, и есть много тяжелого и жирного, потому что просто испытывает очень сильный эмоциональный дискомфорт, да, от того, что вот пришлось испытать такой стресс, старайтесь после 6 часов вечера не вести активную деятельность, это тоже, иначе это тоже будет мешать вам соблюдать правила программы, то есть после 6 с заходом солнца снижайте всю активность, то есть не работайте много за компьютером, не занимайтесь каким-то тяжелым спортом после 6, не говорите много по телефону, не устраивайте вечеринки, да, то есть именно такие регулярные в это время, потому что именно вот после 6 часов важно подготовить свой ум ко сну. Очень важно также гулять на свежем воздухе не меньше 1 часа в день по причине кислорода, да, по причине того, что нашему телу действительно нужно бывать на природе и нужно ходить по земле для того, чтобы хотя бы заземляться в это время, особенно если вы живете не на первом этаже, а на верхних этажах и большую часть времени проводите, времени дня проводите в офисе, да, в помещении. Старайтесь беречь себя от соблазнов и нерекомендованных продуктов, когда вы осознанно, вы понимаете, да, то есть сознательно, что если вы идете на какой-то день рождения, мероприятие, что там будут именно продукты нерекомендованные, да, и в этом случае лучше себя поберечь, если вы не можете отказаться от похода на это мероприятие, вы можете взять еду с собой, объяснить, что у вас пост, да, люди у нас спокойно к этому относятся, можете попросить хозяев что-то приготовить, да, из того, что вам нужно, ну, в принципе, почти всегда на русском столе можно найти что-то вегетарианское, то, что более-менее здоровое, да, то есть столы у нас разнообразные, но старайтесь не ставить себя в неудобное положение, или, например, начинать готовить разнообразные мясные, там, блюда, выпечку, зная, например, что вам это нельзя, да, то есть готовить для близких, на первой неделе я очень рекомендую попросить своих близких не напрягать вас этим, да, попросить их помочь, объяснить, для чего вы это делаете, то есть, что если вы будете здоровой, стройной и счастливой, они только выигрывают от этого, да, и, ну, например, неделю они могут поготовить себе дополнительно к вашей пище, да, которую вы будете готовить отдельно, пельмени, там, или что-то еще, попитаться в кафе, в столовой, но старайтесь, чтобы вот эти запахи, да, там, жареного мяса, жареной рыбы, они не соблазняли вас, потому что тогда это, конечно, больше похоже на мазохизм и на истязание, вот, то есть, берегите себя, любите себя, вы достойны этого, вы достойны большего всегда в жизни, и поддерживайте баланс, белки, жиры, углеводы, потому что, если у вас будет сильный перекос, например, очень мало белка, много углеводов, или наоборот, это будет сразу сказываться на вашем состоянии и неудовлетворенности едой, и сейчас давайте поговорим именно про саму пищу, про то питание, которое у нас будет на детоксе, в чем его особенности, в чем его волшебство, почему оно помогает стройнить, исцеляться, и первое, с чего мы начнем, это три вида пищи и три состояния, есть такое понятие в аэрведе, три гуны, или три состояния, в которых мы бываем, и каждый продукт, напиток, каждое вещество, оно тоже в той или иной степени относится к одному из этих трех состояний, на этом основано именно аэрведическое питание, на сочетание этих продуктов, и именно в аэрведическом питании свойства вот этих вот гун, которые проявляются в продуктах, они позволяют человеку добавить той или иной энергии, и привести в состояние, когда организм сам начинает исцеляться. Первый вид пищи, это вся пища, которая не очень свежая, например, это консервы, заморозки всевозможные, в основном мясо тоже, да, мы замороженное едим, ну, то есть из заморозок готовим, это уже считается не свежая пища, и большинство невегетарианских закисляющих продуктов тоже относятся к номеру один. Основная проблема, когда человек много этих продуктов в питании не имеет, да, то есть много их кушает, и тогда состояние, которое дает эта пища, называется пища в гуне тамос, то есть номер один это тамос, человек в таком состоянии испытывает часто нехватку энергии, когда он испытывает нехватку энергии, у него больше негативных эмоций, больше негативных таких состояний, нехватки энергии, как лень, апатия, инертность, депрессия, да, сюда относятся, сюда же относятся слезы, грусть, уныние, тоска, нелюбовь к себе, то есть это все вот может давать перекос в питании, когда вы кушаете очень много таких продуктов. Некоторые виды мяса, которые вы кушаете, могут давать агрессию, да, то есть некоторым людям, у которых, например, много огненной энергии. Второй тип пищи, тип состояния, это раджес или страсть. Это в основном вот все то, что любят женщины, вкусненькое, кисленькое, сладенькое, остренькое такое. И, ну, самые яркие такие представители этого состояния из продуктов, это кофе, это алкоголь, это сахар, и все, что с сахаром, да, все, что имеет такой вот прям вкус, от которого невозможно оторваться часто. Но, кстати, после детоксов многие люди отказываются совсем от алкоголя, потому что и от кофе, да, потому что им невкусно становится. То есть у них совсем по-другому, это он начинает во рту, этот вкус по-другому звучать. И это состояние, оно, кстати, позволяет выйти из состояния номер один, когда лень, инертность и апатия. Но потом оно возвращает еще хуже в состояние номер один. То есть сначала вы взбиваете алкоголь, выпиваете кофе, сначала у вас идет, как бы, бурная активность, да, такая, немножечко хаотичная, правда, эта энергия. А потом вы опять возвращаетесь в состояние номер один, потому что эти продукты дают интоксикацию, ухудшают пищеварение, и опять организм впадает в анабиоз, да, то есть энергии становится мало. Это такие качели, как бы, да. Вот. И немножечко продуктов типа раджа в виде специй, там, каких-то остреньких, да, они могут присутствовать, и они будут действительно даже полезны в каких-то случаях. Но вот в основном промышленные, искусственные продукты, такие как кофе, выпечка, дрожжи, сахар, уксус, они дают, майонезы, кетчупы, да, то есть это продукт номер два, они дают в основном такое вот состояние, после которого наступает отток энергии и интоксикация. И продукты номер три, это сатва или благость. Это в основном продукты, которые дает нам матушка земля, которые не бегают, то есть никого не нужно убивать для того, чтобы их добыть. Они растут в земле, на земле, на деревьях, там, да, где-то еще, там, на кустарниках. И это вот все как раз те продукты, которые мы будем кушать на детоксе. Семь частей растений, чуть позже про это скажу. И когда мы кушаем такие продукты, здесь, правда, очень важно учитывать в сыром или в приготовленном виде, да, потому что сейчас во время весеннего детокса больше все-таки пищи должно быть приготовленной. Но способы приготовления пищи тоже есть разные. Есть пищи, когда, есть способы, когда пища переварена, пережарена, и она тоже становится тяжелой. А есть пища, которая приготовлена на пару или с легкой обработкой, и она сохраняет очень много качеств и витаминов, микроэлементов и сохраняет прану. Считается, что вот эта пища номер три содержит много праны, тонкой жизненной энергии, энергии от Творца, от Солнца, от Создателя, энергии Земли, структурированную воду содержит, да, в себе, как фрукты, овощи. И, конечно же, среди этой пищи тоже есть огромное количество белковых продуктов, как те же проростки, бобовые, злаки, как, например, гречка, да, семена, как лен, как кунжут, и орехи, да, например. То есть, то, что может вполне заменить мясо и содержит большой набор аминокислот. И на нашей программе в основном мы будем кушать продукты номер три. Почему еще эти продукты типа сатва, они более предпочтительны для любого очищения? И почему кушать продукты не голодая, не используя какие-то очистительные клизмы, какие-то очистительные травы, можно только кушая такие щелачивающие продукты избавиться от болезней, исцелиться и, конечно же, избавиться от лишних килограммов. Здесь мы опираемся на теорию Отто Варбурга, получившего Нобелевскую премию в 1931 году. Это теория, биохимическая теория рака, о том, что раковые клетки образуются в условиях, когда жидкости в организме становятся очень закисленными, кислотными. И не вдаваясь глубоко в эту теорию, было выяснено, что для того, чтобы поддерживать кислотно-челочной баланс, достаточно кушать продукты, которые имеют высокий pH, которые не закисляют организм, высокий pH, нейтральный, ну и даже закисляющие продукты можно есть в пропорциях со щелачивающими так, то есть тоже мясо кушать с зеленью, овощами таким образом, что нормам pH все-таки в организме будет поддерживаться оптимальный. Конечно, свежий воздух, да, то, что я говорила, это тоже кислород, это очень хорошо, но сам факт того, что когда мы кушаем много закисляющих продуктов, а если вы посмотрите на список закисляющих, сахар, алкоголь, кофе, белая мука, дрожжи, мясо, яйца, рыба, молочная, особенно жирная, да, твердые сыры, сливочное масло, сливки и сметана, то вы убедитесь, что мы практически в основном традиционном питании в России эти продукты каждый день употребляем, да, естественно, иногда это происходит сильный перекос, да, то есть у человека слишком много становится в питании и в таких случаях организм теряет достаточно много кальция, зубы плохие, кости плохие, да, и поэтому патогенные всякие процессы в организме и стоит перейти на более щелочное питание, то кальций даже не нужно пить дополнительно, тем более при некоторых патологиях почек, например, кальций даже нельзя пить, да, ни в каком виде, а при патологиях сердца, да, некоторых тоже нельзя, потому что кальций это электролит, и достаточно перейти на более щелочное питание, как организм перестает терять кальций, залечиваются дупла в зубах, то есть не надо даже к стоматологу иногда ходить, зубы начинают исцеляться, придя на эррическое питание, мы обнаружили уже на третий год такого питания, чтобы мы перестали ходить к стоматологам, пломбы не проседают, зубы не болят, десны здоровые, и тогда организм не теряет кальций, да, и пить его дополнительно не нужно, потому что в продуктах, которые вы кушаете, в них кальция достаточно, и к тому же они не забирают свой кальций из организма, организм также активно может его сохранять. Посмотрите также на природные источники кальция, многие люди считают, что невозможно безомолоченных продуктов, поддерживать нормальный уровень кальция крови. Ну, посмотрите, вот есть продукты, например, намного больше кальция по сравнению с молочными продуктами в маке, в кунжуте, и достаточно много в семечках подсолнуха, в зелени, в бобовых, орешках, брокколи, курага, некоторые финненькие изюм, то есть сухофрукты тоже их содержат. Из молочных продуктов это творожный сыр, то есть тот, что более-менее не закисляет. И да, кстати, на предыдущем слайде мы также не сказали, что ощелачивают часто все части растений, это зелень, корни растений, в том числе специи, такие как куркума, имбирь, овощи, корнеплоды, фрукты, сухофрукты, ягоды, если они без сахара, то есть потому что сахар закисляет, пророски, у них увеличивается количество кальция в разы, зелень, агар-агар вместо желатина. И если брать, например, бобовые, злаки, да, то есть каши, крупы, орехи, то они нейтральные, то есть некоторые из них даже имеют более кислотный баланс, ну и так же как фрукты, да, например, цитрусовые, они более кислотные, чем какие-то другие фрукты. Но тем не менее, по сравнению с теми закисляющими продуктами, такими как сахар, как пастеризованная молочка, как дрожжи, как мясо, эти продукты очень полезны для организма и они не нарушают его кислотно-челочной баланс. И, кстати, на том же слайде там была картиночка прибора pH-измерителя, который можно купить в интернете, и вы можете выяснить, насколько у вас организм закислен, измеряя уровень pH своей первой порции утренних анализов мочи, да, то есть можно просто посмотреть и часто он меняется в процессе, вот когда человек приходит на более щелочное питание, более щелочной становится и уровень, да, и это хорошо, то есть есть показатели даже, которые говорят о том, что именно такой уровень самый оптимальный, при нем никогда не будет у вас рака, там, да, и каких-то опухолей. Итак, давайте с вами посмотрим на баланс в питании или пирамиду продуктов. На этом слайде вы видите пирамиду, в которой у основания находятся злаки, пророски, всевозможные овощи и зелень, фрукты и ягоды, и далее к верхушке пирамиды мы видим, что белок это всего лишь 10-20%, жиры это 5-10%. Откуда вообще взялась эта пирамида? Естественно, это исследование диетологов и врачей о том, насколько наш пищеварительный тракт приспособлен к перевариванию тех или иных веществ, и допустим, если вы будете переедать белка, страдают почки, да, и может даже лишний вес быть не от именно того, что вы потребляете много жиров или рафинированных продуктов, от того, что почки не справляются с выведением продуктов распада белка и происходят отеки, а отеки естественно затрудняют кровообращение в тканях и в принципе лишают питания многих органов, то есть делают питание недостаточным. Если вы переедаете жиров, то страдает поджелудочная железа, печень и в данном случае естественно тоже идет снижение усвоения и белка и всех витаминов и микро и макроэлементов. Почему клетчатка в основании? Клетчатка то есть фрукты, овощи, злаки, пророски, семена все это продукты, которые имеют в своем составе много клетчатки. И это пищевые волокна, которые являются пищей для многих полезных бактерий, живущих в нашем животике. Кроме того, как правило эти продукты обладают максимальной праной. То, что мы говорили, это продукты типа номер 3 или благость с отличных продуктов, которые дают много энергии, но при этом очень мало энергии у самого человека забирают на переваривание. Есть, конечно, нюансы, очень много их в аэрведе. Например, если у вас уже слабое пищеварение и по природе или не по природе, а по стилю вашей жизни из-за стрессов, у вас снизился огонь пищеварения, из-за стрессов, из-за неправильного питания, из-за того, что режим дня хаотичный, из-за того, что вы не досыпаете по разным причинам, из-за того, что вы перенесли какую-то болезнь, не долечились или наоборот перелечились лекарствами, может произойти такое снижение огня пищеварения или метаболизма, то есть у нас в Аверведе метаболизм называется огонь пищеварения или огонь, что вы не сможете переваривать в сыром виде вот эти продукты, пророски, овощи, фрукты, ягоды, тогда требуются конечно некоторые процедуры, практики, которые мы тоже будем выполнять на детоксе и питание только приготовленными теплыми, паровыми, пюрированными или приготовленными запеченными, вареными этими продуктами, то есть нюансы конечно есть, но это не меняет того факта, что эта пища наиболее ценна по своей питательности, наиболее богата витаминами, минералами, клетчаткой и вот этой вот тонкой субстанцией, о которой врачи и диетологи не говорят, но говорят все эзотерические учения и говорят все практически системы нетрадиционной медицины, это прана или как тибетцы, китайцы говорят ци, тонкая жизненная энергия, поэтому если вы обратите внимание в Азии, в Китае, в Таиланде например, большинство продуктов готовится на сковороде лог, то есть теплые виды продуктов, ну очень много сырых блюд, если вы помните там всякие салаты и очень много продуктов готовится с минимальной термической обработкой, то есть буквально чуть-чуть-чуть-чуть-чуть с бульончиком на сковороде не зажаривается при высокой температуре а как бы тушится при этом сохраняется очень много праны и даже мясные продукты какие-то еще морепродукты они тоже стараются обрабатывать мало и очень мелко резать для того, чтобы быстро достичь этого состояния когда человек может это употреблять но при этом не переваривать не пережаривать и клетчатка кроме всего прочего кроме того что является пищей для полезных бактерий она очищает шикарно очень от токсинов наш организм поэтому люди пьют дополнительно всякие коктейли протеиновые всевозможные всевозможные добавки со спирулиной с водорослями растения конжек есть такое они пытаются добавить искусственно с помощью БАДов вот это именно клетчатки хотя это можно сделать с помощью питания это будет и дешевле и вкуснее на самом деле поэтому конечно в нашем рационе на детоксе в основании пирамиды это злаки и мы научим вас готовить так чтобы это было вкусно потому что я знаю что у многих есть отвращение к кашам часто это связано с детством потому что нас приучали в детстве заставляли кушать каши которые невкусно были приготовлены у нас есть много способов как приготовить очень вкусно и кашу и плов и даже котлетки из круп так что вам будет вкусно эту пищу есть и действительно вот мы сейчас поговорим про вот эти все продукты да то есть что у нас будет на детоксе но вот эффект очищения именно когда в основании идут злаки пророски овощи супы да из всего этого и немножко фруктов и ягод он очень высокий почему фрукты и ягоды они поменьше да уже более к верхушке пирамиды расположены потому что в них много сахаров ну а в ягод много еще кислоты бывает и да то есть при избытке некоторых фруктов может страдать поджелудочная железа если она не готова воспереваривать эти сахара если в организме есть паразиты патогена микрофлора то они будут фруктами питаться тоже да то есть более щелочные овощи злаки они подавляют как бы да рост этой микрофлоры а когда же у нас много сахаров поступает им очень комфортно конечно это не белый сахар но тем не менее фрукт тоже содержит живые натуральные сахара и белок у нас 10-20% сюда можете отнести все то есть если вы будете рыбу иногда употреблять то она не должна 70% в день составлять сюда относятся бобовые семена орешки соевые продукты тофу мясо пшеничное сейтан я расскажу как его делать чуть попозже не в этом уроке и молочные продукты тоже кстати относятся сюда особенно те которые богаты белков например там творог и творожный сыр если мы говорим про сметану про твердые сыры про сливки то это все уже больше идет в верхушку пирамиды в жиры и с жирами такая ситуация что жиров категорически много передать нельзя но они обязательно нужны например нерафинированные масла омега-3 омега-6 омега-9 у нас про них будет такой небольшой маленький урок они обязательно необходимы и для функционирования мозга и для клеточных мембран и для сосудов наших то есть когда у нас поступают все омега у нас крепкие сосуды у нас нет варикоза у нас хорошо все функционирует работает кровообращение суставы смазка суставов хорошая на сегодняшний день если смотреть на эту пирамиду люди едят очень мало клетчатки потому что ее выместили белая мука то есть белая мука это продукт в котором очень мало клетчатки потому что оболочка зерна ее убрали оставили только клейковину вот этот глютен как его еще зовут сегодня и также это замещено картошкой крупами рафинированными какими-то например пропаренным рисом которым тоже клетчатки мало достаточно и остальное это в основном белковые продукты животного происхождения чуть-чуть зелень кое-где добавили вспомнили про ягоды иногда и то с сахаром потому что когда мы кушаем белый сахар и в этот прием пищи когда мы кушаем белый сахар если часто мы его кушаем снижается очень сильно усвоение белка то есть даже вы можете кушать разнообразную белковую пищу если вы потребляете белый сахар у вас сильно снижается усвоение белка и не только белка то есть очень многих минералов снижается формируется зависимость об этом мы будем во втором уроке разговаривать о том как и чем заменять чтобы не чувствовать себя обделенным по поводу белой муки белого сахара поэтому старайтесь этого баланса придерживаться еще в подтверждение этой пирамиды мы можем посмотреть на питание тибетских монахов которое было разработано еще 5000 лет назад мы не только на юрведу опираемся в нашем детоксе но также на макробиотику на тибетскую медицину у нас есть рецепты из макробиотики например кунжутная соль гамасио которая обладает огромным оздоравливающим эффектом если посмотреть на вот эту табличку питания тибетских монахов или табличка питания зен монахом монахов это из зен буддизма то посмотрите на основание то есть золотым стандартом питания считалась первая вторая третья строчка практически нереально для нашего времени сегодня когда кушается либо 100% злаков то есть это злаки это каши в основном это в виде просто приготовленных злаков не было также это дзампа туда кстати относится дзампа это тибетский рецепт когда перловка поджаривается и перемалывается в муку и потом эта мука добавляется в бульон и в кашу то есть как белковая добавка и как добавка которая дает очень много энергии мы использовали эту добавку во время походов на шумак то есть добавляли в супчики и получалось очень питательно и очень много клетчатки а следующая вторая строчка добавляется овощей 10% и на третьей строчке вы видите 80% злаков 20% овощей золотой стандарт питания считался монастырским питанием или лечебным то есть на таком питании можно было исцелиться от рака от тяжелых болезней тем более от сердечно-сосудистых как вы знаете сегодня на первом месте это онкология и сердечно-сосудистые заболевания и все это растет очень в геометрической прогрессии из-за того что питание 100 лет назад не было таким насыщенным именно рафинированными продуктами мясными продуктами причем не очень хорошего качества когда мясо кормят гормонами антибиотиками ГМО кормами и 100 лет назад люди потребляли гораздо больше клетчатки то есть просто им не предлагалось в магазинах на рынке столовых ресторанах продуктов которые приводили к такому перекосу питания и естественно мы с вами не монахи тибетские и золотой стандарт питания мы не можем поддерживать мы ведем очень активный образ жизни но здесь еще обратите внимание что эти люди они медитировали каждый день в дзен-буддизме медитация является настолько как бы важным регулярным упражнением что невозможно практически в духовной практике продвинуться без медитации и когда мы начинали заниматься йогой и занялись аюрведическим питанием мы заметили что на таком питании то есть на питании в котором отсутствует мясо не обязательно это первая вторая третья ступенка на таком питании медитации становятся очень глубокими и кто из вас знаком с медитациями кто медитирует вы знаете что получаешь огромное количество энергии то есть меньше хочешь кушать ум очень спокойный на эмоции негативные практически не тратится энергия потому что ты внутри чувствуешь равновесие чувствуешь любовь к себе и окружающим естественно потребляешь меньше пищи и тебя тянет на более легкую более сатвичную благостную пищу мы тоже с вами будем учиться на следующих уроках делать одну медитацию красивую абсолютно безопасную во всех смыслах потому что большинство медитаций нужно получать очно от учителя то есть от учителя к ученику они передаются это древние знания но вот эту медитацию можно делать всем она очень приятная мягкая и она выравнивает особенно вот такие проблемы которые есть между правой и левой половинкой то есть когда у вас сколиозы когда у вас вы чувствуете что одна часть тела вот здесь вот так вы чувствуете ногу а там вот так то есть когда есть перекосы в ауре перекосы в поле именно в поле чакры работают немножечко не так вот и четвертый пятый это серебряный стандарт питания это считалось обычное здоровое питание и это то что будет похоже на питание которое мы будем питаться мы но у нас будут еще добавлены различные суперфуды например мед продукты к человодства например пророски например семена некоторые мы можем добавлять тофу и еще некоторые продукты именно веганские которые сюда тоже будут подходить поэтому четвертый пятый серебряный стандарт питания обычное здоровое питание, оно тоже будет для нас очень исцеляющим. Следующий, это 6-7, это уже считался железный стандарт питания. И в 6-7, где добавлялась рыба, это питание не считалось уже здоровым, просто считалось обычным питанием. Ну, для кого-то это будет так на детоксе, да, кто-то будет употреблять всё равно рыбу. И деревянный стандарт питания, ну, конечно, сильно тут не впечатляйтесь, да, это минус 1, минус 2, минус 3, там, где мясо присутствовало, он считался вредным питанием, который приводил к хроническим болезням и мучительной смерти, как это говорилось в трактатах. То есть в нашем, как бы, рационе мы будем придерживаться вот этого стандарта с 4 по 7. У кого-то это будет присутствовать рыба, у кого-то нет. Ну, старайтесь всё-таки на нашей программе от мяса отказаться, это будет очень благоприятно. И, кстати, когда я вам не сказала, когда вы будете какие-то цели писать, да, вы можете действительно на период вот этого весеннего детокса, на период Великого Поста подумать о какой-то цели, да, которую вы давно не можете достичь. То есть вам хочется, вы делаете, но идут препятствия. Вы можете, я говорила, что обед и клятвы давать не нужно, но вы можете сделать такое намерение, заложить то, что вы идёте к этой цели, убираете все препятствия, ну, а взамен этого, например, вы не кушаете мясо, да, на программе. То есть вы, как бы, даёте себе такую небольшую аскезу, потому что не есть мясо, это не очень большая аскеза, тем более, если рыба у вас останется, да, молочная иногда. Но это уже всё равно кое-какое ограничение такое, да, небольшое. И действительно, вы можете посмотреть, что может произойти такое чудо, что в той проблеме, которая у вас не решалась за эти 48 дней, произойдут серьёзные изменения. Это уже было у нас на детоксах, я это видела сама, я сама практикую это в жизни, такие небольшие вот аскезы. Ну, а чтобы это сделать, нужно пройти свой личный опыт, да, то есть самому попробовать. Тем более, что будет очень много вкусных рецептов, вкусных блюд. И многие люди, которые говорили, что нет, я в жизни не смогу без мяса, проходя наши программы, посещая наши живые кулинарные мастер-классы, которые мы раньше ввели несколько лет подряд, они были просто в шоке. Они говорили, что да, действительно, так питаться можно, потому что это и сытно, и вкусно, и после этого долго не хочется кушать, и такое состояние очень приятное, да, то есть нет такой тяжести, не засыпаешь, как после мяса. И я обещала рассказать про 7 частей растений. Почему так важно, чтобы не только, например, зёрна присутствовали, да, в питании, или не только овощи, овощные соки. Многие делают детокс-программы только на соках, да, и люди сильно очень худеют, они где-то даже исцеляются от заболеваний, но потом, после таких программ, так как калорийность очень снижена, и нехватка очень многих веществ происходит, после таких программ часто люди ещё больше набирают вес. У нас этого не будет, потому что наша детокс-программа мягкая, не предполагает снижение калорийности, сбалансировано по питанию, поэтому всё, что нужно, это просто научиться готовить по этим рецептам. Может быть, не все, да, но хотя бы часть освоить и практиковать это. То есть действительно не питаться в столовых, а готовить самим. Если вы на работу, да, ходите на работе, ну, только столовые, там только неподходящее для нас питание, то вы можете часть что-то приготовить, взять утром рано, да, что-то с вечера, да, какие-то лепёшки приготовить, соусы. Ну, по поводу свежести пищи мы тоже будем ещё чуть попозже с вами говорить. Поэтому важно, чтобы в питании присутствовали как минимум 7 частей растений. Это плоды, да, плоды, к ним у нас относятся и овощи, и фрукты, и ягоды. В них много витамина С обычно. Если кто не знает, то что витамин С не только во фруктах и ягодах, его, например, даже в капусте достаточно много. И даже в картошке, да, сейчас, конечно, уже меньше, но примерно до ноября-декабря в картошке много витамина С ещё содержится. Также там присутствуют фотохимические вещества, антиоксиданты. То есть то, что нас защищает. Ну и, конечно, вот клетчатка, да, о чём мы говорили. Зёрна. Это прежде всего углеводы. Отличные углеводы, сложные углеводы, которые долго перевариваются и дают очень много энергии. И поэтому так хорошо кушать именно зерновые продукты вот в первой половине дня, особенно если у вас много физической активности. Также это клетчатка, да, то есть это оболочки зёрен, которые очищают наш желудочно-кишечный тракт, дают питание нашим бактериям. Это огромное количество минералов. Практически в пророщенной пешенице есть полная таблица Менделеева. То есть там всё, и железо, и калий, и фосфор, кальций, магний. То есть всё, что нужно для нервной системы, для пищеварительной системы, для гормональной системы. Даже есть масло, да, зародышей пешеницы, может быть, слышали, которое очень омолаживающее. И в зёрнах также много витаминов группы В. Они полезны всем, особенно женщинам, да, особенно в период, когда к менопаузе подходишь, да, когда какие-то проблемы репродуктивные есть. Витамины группы В очень полезны, и даже гинекологи, врачи назначают витамины В6, В9, В1, В2, назначают, когда есть какие-то проблемы, да, вот именно мастопатия, там, миомы, что-то ещё. А в зёрнах они содержатся в очень хорошей, природной, легко усваиваемой формуле. Листья, конечно же, это много хлорофила. То есть хлорофилл – это то, что принимает гемоглобин. Это наша кровь, состав крови очищает кровь. Витамины, антиоксиданты, клетчатка, сложные углеводы. Листья очень важно правильно готовить, про это мы тоже будем говорить. Ну, листья – это зелень, это листовые овощи многие, да, то есть сюда можно отнести большой тоже спектр такой овощей и зелени. Корни. Корни – это корнеплоды, да, картофель, свекла, морковь, репа, очень полезная, да, которая Россия питалась, но потом это всё ушло, было замещено картошкой. Топинамбур сюда относится, тоже очень вкусный продукт. Редиска, да, всевозможные такие вот вкусные штуки. И также к корням относятся специи, которые мы будем использовать, такие как куркума, имбирь. Это очень полезно. Ну, вот в Таиланде ещё используют галангал, такой корень есть, и ещё другие интересные очень такие корни. Бобовые. Это не просто источник белка, щедрый, причём разные бобовые содержат разные аминокислоты. Немножечко они похожи, где-то они отличаются, и это важно, да, чтобы бобовые были разные. Поэтому у нас будут в рецептах тоже разные бобовые. Ну и, конечно, там есть железо, оно немножечко другой валентности, чем железо в мясе, поэтому обязательно бобовые нужно кушать вместе с овощами и со злаками, для того, чтобы вместе с витамином С железо переходило в именно ту гемовую формулу, которая нам нужна для усвоения. Соцветия – это тоже различные специи, такие, например, как зелёный кардамон, как гвоздиков, но и также соцветия – это некоторые виды тоже овощей, такие как капуста, например, да, брокколи – это соцветия. И орешки. Орешки – я бы добавила сюда ещё семена вместе к орехам, но семена, наверное, тут пойдут больше к плодам, да, то есть что это плоды. Орехи содержат полезные омега-кислоты, витамин Е, который нужен для молодости, для кожи, и содержат белки. Ну, конечно, мы сюда ещё добавляем к нашему питанию некоторые другие продукты, продукты пчеловодства можно добавлять, заменители сахара полезные, также у нас будет цельнозерновая мука, то есть некоторые продукты, которые уже человечество переработало, из-за частей растений, у нас всё-таки будут присутствовать на детоксе, потому что иначе нам будет сложно, нам нужно, чтобы было вкусно ещё, да, то есть кто-то, конечно, более такое питание практикует строгое на детоксах, это видно, это заметно, люди пишут, но в основном сегодня высокий уровень стресса у людей, им хочется, чтобы питание было вкусненькое ещё, да, не только полезное, и это совершенно возможно, то есть мы ломаем систему в нашей школе, вкусно, значит, полезно у нас, да, потому что обычно люди думают, что вкус полезный – это невкусный, также мы используем в нашем детоксе следующие принципы здорового пищеварения, это уже аюрведа, да, первое, что питание должно быть адаптировано под вас, а не вы под питанием, в этом именно секрет, когда питание, когда вы пытаетесь адаптироваться под какую-то систему питания, не учитывая свои индивидуальные особенности, это именно причина провала всевозможных диет, всевозможных других систем, тренингов, да, когда накапливается неудовлетворённость у человека, начинаются проблемы какие-то со здоровьем, и он говорит, нет, эта система мне не подходит. В аюрведе есть именно такая особенность, то, что вы параллельно в нашем детоксе будете изучать свой организм и понимать, почему вас тянет на ту или иную пищу, почему, как сбалансировать некоторые из пяти элементов в вашем теле. Пять элементов в нашем теле по аюрведе – это воздух, эфир, вода, земля и огонь, да, и, например, при некоторых дисбалансах нельзя добавлять те или иные специи, да, нельзя добавлять те или иные продукты, нельзя, например, сладкого себя лишать, да, при некоторых дисбалансах, и это очень важно. Про это мы будем тоже говорить. Следующий принцип – пища должна давать, а не забирать энергию. И даёт энергию пища, которая благостная, да, но она может содержать немножко сатвичной, эрожистичной пищи, но в основе должна быть благостная пища. И пища должна быть свежая, да, то есть если она не свежая, она не просто будет забирать энергию, она будет давать отравление. Желательно, чтобы свежеприготовленная, да, вот как в пункте 3, то есть свежая, натуральная. Желательно, чтобы это не китайские овощи были в основе питания, да, они могут, конечно, дополнять, но пусть всё-таки будут фермерские. Лучше всего выращенные в вашем регионе, да, то есть такая пища тоже будет больше давать энергии. И следующий пункт – пища свежая, натуральная и шесть вкусов в течение дня или в одном приеме пищи. Про шесть вкусов у нас тоже будет в рассылке урок, очень интересный, а про то, что когда в блюде не хватает вкусов, нам постоянно хочется чего-то ещё. То есть мы покушали, и нас тянет пожевать печенюшки, что-то ещё, попить сладкой какой-нибудь жидкости. И это именно является вот такой неосознанностью в питании, когда вы понимаете, что вкусов-то мало, организму обязательно нужно получать шесть вкусов. И желательно хотя бы в обед, в одном приёме пищи, в одном блюде, чтобы это было. Это сладкий, горький, вяжущий, острый, кислый и солёный. Практически большинство наших рецептов, они строятся по такому принципу, что там есть все шесть вкусов. Следующее время, количество, качество пищи, условия приёма пищи. Всему этому мы будем учиться именно в течение всего нашего детокса. И даже если вы, как я уже сказала, только 10-15% для себя возьмёте, для себя, для своей семьи, начнёте это применять, вы увидите, как качество вашей жизни улучшится, не говоря уже про здоровье, про фигуру, про внешний вид. Время, когда что лучше всего, переваривается, когда лучше, обед, завтрак, ужин, перекусы, количество пищи, как определить нужное количество вам и как не переедать, качество пищи, то есть как именно вы можете почувствовать, насколько пища качественная или нет, какие качества она вам добавляет, то есть согревает или охлаждает, даёт слизь или наоборот сушит. И условия приёма пищи, да, то есть про это тоже мы будем всё изучать. А также пища должна соответствовать физической нагрузке вашей, да, то есть естественно, если вы очень много двигаетесь, то возможно белка и жиров вам понадобится чуть больше. Если мужчина, да, мужчине обязательно нужно больше полезных жиров. Если физическая нагрузка, то в первой половине дня больше нужно будет ещё и углеводов, там, полезных, и больше калорийность, да, должна быть рационом. Если кормящая мама, то тоже будут особенности, про которые нужно будет сказать обязательно, да, будем про это писать. И шестое, сам приём пищи, приём пищи должен быть осознанный. Ну, это больше относится к четвёртому пункту, к условиям, ну, об этом мы уже будем во втором уроке разговаривать. И сейчас пробежимся с вами, какие именно продукты у нас будут присутствовать в течение всего детокса. И, ну, я буду оговорки делать на первой неделе, например, что нам нельзя, да. Мы уже с вами договорились, что на первой неделе мы кушаем цельные злаки, мы кушаем овощи все практически, да. Из фруктов нам можно только яблоки и изюм, можно не только в сыром виде, можно в приготовленном виде компотов, запечённые. И также нам можно будет семена и орешки, да. Семена, орешки, зелень. Мы стараемся на первом, именно вот на первой неделе, стараемся не пить кофе, чай, но можно травяные компоты, можно компоты из яблок, шиповником. Можно уже полезные заменители сахара, но стараться тоже сильно их не переедать. И самая большая печаль, то, что нам нельзя выпечку на первой неделе, но именно потребление злаков, пловы, крупы, лепёшки, лепёшки, простите, котлетки, да, из злаков, у нас там такие рецепты есть, цельнозерновые макарошки иногда, рисовая лапша, гречневая лапша, они будут давать такой эффект, что вас не будет тянуть на хлеб. То есть хлеб мы убираем именно на первой неделе по нескольким причинам, по которым мы во втором уроке вам расскажем, да, то есть это глютен, это сухой продукт, который может не давать возможность очищаться, и нам нужно именно запустить процесс очищения, облегчить немножко пищеварение на первой неделе, поэтому мы хлеб не кушаем. Со второй недели, когда организм у нас уже почистится, можно добавлять бобовые, но те, кто не кушали их никогда, или кушают очень редко, бобовых нужно будет добавлять постепенно, недавно, по чуть-чуть. Особенно это касается проросков, то есть пророски злаков, пророски бобовых, кто хорошо прослушал наш обучающий курс, вы обратили внимание, что начинать нужно чуть ли не с чайной ложки, от одной чайной до одной столовой ложки в день. Почему? Потому что пророски не просто грубая клетчатка, но они к тому же еще очень богаты витаминами, очень богаты минералами. Это такие концентраты. Если ваше тело еще не привыкло, и если огонь пищеварения слабый, то они будут давать газообразование, сдутие, колики, даже бобовые могут давать даже диарею, понос. Поэтому нужно постепенно и постепенно осваивать специи, потому что специи, которые мы используем в наших блюдах, с бобовыми, с теми же, они обязательно помогают их усваивать. И обязательно нужно вымачивать все. То есть про вымачивание будет во втором уроке. Зачем вымачивать бобовые, вымачивать злаки, вымачивать фрукты, овощи. Это все очень достаточно комфортно, быстро. То есть бобовую вымачиваете просто ночью, потом промываете. А все остальное, что вы готовите, хоть картошку, хоть капусту, хоть фрукты, хоть овощи вы кушаете, все вымачивается 30 минут в обычной воде. То есть вы просто моете, замачиваете, потом эту воду сливаете. Вы возвращаете продукт в природную свежесть и убираете из него излишек элементов воздуха. Именно элемент воздуха можно давать газообразование, куда вы кушаете продукты. Подробнее про волшебную силу воды еще поговорим с вами обязательно на следующих уроках. Вот что касается проросков. Самые полезные пророски, которые вы можете освоить в первую очередь, это пророски пшеницы. Пшеница для проращивания сейчас продается очень во многих интернет-магазинах. И также она продается во многих отделах диетического питания. По всей России сейчас уже это видно. А также пророски Маша. Маша это такой зеленый горошек. Маш или у нерусских на рынке, вы можете спросить, Мош, они ее зовут. Можно также нут попробовать прорастить. Он тоже достаточно вкусный. Здесь вот вы видите на картинке с ореховым соусом лепешки из проросков пшеницы, сделанной на мясорубке. Очень-очень-очень вкусный продукт. Рядышком справа пророски зеленой гречи. Да, греча оказывается у нас не коричневая. На самом деле она зеленая. Сейчас уже многие про это тоже знают. Она очень полезная. И пророски из нее немножко похожи на орешки. Но обычно мы их добавляем в соусы, готовим их на пару. И готовим их также с лепешками, с пшеницей пророщенной. Получается очень нежно. И, конечно, там колоссальное количество клетчатки. Полезная очень. И также можно проращивать пшеницу до зелени. Но она на вкус как трава. То есть это вид грасс. Делают из нее сок и проростка пшеницы. Я регулярно свои кошки проращиваю. Она прекрасно себя чувствует. Полна энергии. Она любит траву прям жевать. Кошечки любят. И некоторые такие проростки. Микрозелень. Про нее подробно я рассказала в курсе об обучающем проростке. Потому что там есть нюансы, как ее именно проращивать. Можно проращивать в банке с марлей. И микрозелень можно сделать практически из всего. Из любых садовых семян. Семена редиса, семена люцерна, семена кунжута, подсолнечника. То есть все, что хотите. На самом деле. Брокколи, капуста. Там все возможно. Микрозелень переваривается чуть похуже. Причем проростки. Она такая бывает. В ней больше клетчатки. Она бывает такая грубая. Но все равно ее можно добавлять как витаминную добавку. Также со второй недели нам можно будет бобовые. А раз можно бобовые, можно проростки сои. У многих они продаются в супермаркетах даже. Они вкусные, достаточно вкусные. И вот в Таиланде, например, в Азии очень любят с ними готовить. Миксовать их с различными с овощами, с белковыми продуктами, с зеленью. И проростки сои действительно вкусный. Такой сладкий продукт. Бывает еще такой сыр тофу. Бывает тофу консервированный. Он немножечко такой, как белок яйца. То есть мало что можно из него приготовить. Такой своеобразный на вкус. А бывает тофу твердый. Например, как вот этой фирмы Яса. В Томске делают такой тофу. И такой твердый тофу действительно очень хорошо можно использовать. Вместо мяса, вместо курицы. Кто привык с овощами готовить, с различными, с зеленью. Он тверденький. У него нейтральный вкус. И он принимает вкус тех специй, с которыми вы его готовите. Тофу действительно очень сильно выручает на таких детоксах. И во время великого поста тех, кому трудно без мяса. Без твердых каких-то. Очень хочет организм пожевать что-то тверденькое. Вместо тофу также можно будет делать пшеничное мясо сейтан. И иногда кушать соевое мясо. Мы не очень сторонники соевого мяса. Потому что у многих людей не хватает ферментов для переваривания соевого мяса. Но есть такие продукты, которые можно разнообразить. Не кушать их постоянно, но разнообразить. Весенний детокс. Как соевое мясо, как пшеничное мясо сейтан, которое легко очень готовится дома. И как... Сейчас вспомню. Соевое мясо пшеничное мясо сейтан. Еще один очень интересный такой продукт. Ну, вспомню, потом расскажу. Который тоже можно заменять. Так, так, так. Да, вылетела с головы. Следующее это ореховая соль. И ореховая соль у нас получается, делается по рецепту, который есть уже в первом сборнике. Из кунжута, слегка обжаренного на сухой сковороде. И хорошей соли. Очень важно взять соль, либо морскую, без добавок, чтобы в составе была только соль. Либо природную каменную, но ни в коем случае не рафинированную соль, которая такая очень мелкая и очень сыпучая, рассыпчатая. Обычно в нее добавляют Е535, Е536. Для вот этой вот рассыпчатости. Она такая горчит слегка на вкус, если вы ее отдельно попробуете. Можно гималайскую соль сюда тоже брать, но она дорогая достаточно. Ну, самый лучший вариант это вот морская соль, без добавок, среднего помола или там крупного помола. Вот, как делать ореховую соль гамасио, вы почитайте в сборнике рецептов. На самом деле, кто первый раз ее пробует, эту соль, они очень впечатлены. Это очень вкусно. Любая каша, например, с вот этой ореховой солью, без всякого молока, без всякого сахара, становится очень вкусной. В салаты, да, вкусно добавлять эту соль. Ну, супы я готовлю все-таки с обычной солью, но вот вторые блюда, салаты, соусы и особенно каши, да, вот они становятся с этой солью очень-очень-очень вкусны. И особенность такой соли, то, что в таком сочетании организм меньше берет соли, да, соль достаточно вредна. А в том, что в кунжуте содержится колоссальное количество кальция, но нужно перемолоть, да, его вот в виде соли, потому что в целом виде кунжут практически не переваривается, и кальций из него не усваивается. То есть он так и выходит практически, да, проходя через желудочно-кишечный тракт. Вот. Обязательно обратите внимание, как перемалывать, да, вот эту вот гамасио, да, вот эту смесь, потому что если вы будете молоть в кофемолке на высокой температуре, да, то есть долго перемалывать, то есть на высоких оборотах, и там температура, да, такая нагревается, получится тахина, не рассыпчатая соль, а такая соленая паста. Которую нужно будет сразу использовать, потому что иначе она окислится быстро. А перемалывать нужно на измельчителях, на кофемолках, именно таким способом. Секундочку, помололи, после этого перемешали хорошенечко, остановились, еще помололи, перемешали. То есть пусть это будет не очень мелкий помол, но желательно, чтобы долго вот обороты эти не шли, потому что иначе превращается в тахин, он в такую пасту и выделяется масло из кунжута, и тогда происходит очень быстрое окисление. Кроме кальция, кунжут также богат очень витамином D, магнием, и очень полезен для нервной системы, для сердечной мышцы, ну и конечно кальций, как можно сказать, для костей очень полезен. Также с четвертой недели нам можно будет использовать печь хлеб, лепешки уже на муке, и печенюшки делать всевозможные, и также можно будет делать сладости, да, то есть у нас будет рецепт сладостей, то есть в третьей неделе, в четвертой неделе у нас запавится хлеб, чуть позже, так, сейчас, чтобы не ошибиться, проверю. Да, и именно с четвертой недели и хлеб, и сладости у нас добавляются, и можете уже сейчас поискать в магазинах вот такие виды муки, особенно мука цельнозерновая пшеничная, ну вот здесь на картинке ее нет, да, то есть здесь алтайская первый сорт написано, то есть первый сорт, первый-второй сорт тоже можно, но там все равно больше глютена, да, то есть про глютен мы будем рассказывать, поэтому можно цельнозерновую пшеничную муку, можно рисовую, гречневую, нюансы некоторые там тоже будут по поводу выпечки, да, то есть, например, на одной гречневой выпечку не сделаешь, да, то есть ее нужно миксовать. Ну, можете пока присмотреться, какие виды муки есть. Еще нам понадобится нутовая мука для приготовления фаринаты. Уже со второй недели можно будет делать такую запеканку с нутовой мукой, фаринату, очень-очень вкусную. Кто был на прошлых детоксах, вы знаете, что с овощами это просто обалденное блюдо для весны, да, то есть питательное, такое, как пицца. Как пицца, как запеканка какая-то, такая овощная, и там нет муки, нет глютена получается, да, то есть пшеничная. Нам понадобится зелень. Зелень можно вырастить на окошке. Можно найти, где продают очень хорошую, качественную зелень. И, конечно, можно будет тоже сухую употреблять, но сушеная зелень, больше она у нас идет в рецептах на пару, конечно, не заменит свежую, да, то есть желательно, чтобы свежая все равно немножечко хотя бы присутствовала у вас, добавлялась во все блюда, они сладкие. И про лук, чеснок, алкоголь, кофе, сахар, уксус, мясо, майонезы, кетчупы. Интересно, есть такая закономерность, что у нас в рецептах мы практически очень редко используем лук, чеснок, хотя сами мы его употребляем, особенно зимой, да, но очень мало употребляем и не в сыром виде. В сыром виде я могу немножко только зеленого лука куда-то добавить. Обычно мы употребляем вместо них специи асофетида. Про специи у нас тоже будет отдельный урок, я чуть позже расскажу. Но дело в том, что специи, они не только добавляют витаминов, да, питательных веществ, не эти оксиданты мощные, но они еще добавляют возможные вкусы, да, и некоторые такие качества, да, то есть согревают или охлаждают. Вот что касается лука, чеснока, это, конечно, для зимы неплохие специи, да, то есть они хорошенечко так, овощи, да, это можно сказать, они хорошо так согревают. Но интересно, что мясо, вот оно всегда практически готовится с луком, с чесноком. И когда вы кушаете лук, чеснок, если у вас тянет на мясо, если вас тянет на мясо, то вас будет продолжать на него тянуть. Но если вы замените другими специями, имбирем, асофетидой, да, которая пахнет, как лук, чеснок, есть такой интересный такой порошочек, асофетид, многие из вас его уже знают, то на мясо вас тянуть не будет. То же самое с уксусом, с алкоголем, с кофе, да, то есть эти продукты тоже, они стимуляторы, да, то есть они немножечко наши ум с нашим телом разделяют, да, то есть мы перестаем чувствовать, что мы хотим лучше всего, особенно кофе, да, то есть кофе, оно и проблемы создает с пищеварением, да, то есть оно как бы отключает рецепторы пищеварительные, вы, нервная система кишечника, она как бы страдает, да, то есть у кишечника тоже есть своя нервная система, и либо запоры начинаются, либо диареи такие, да, то есть и в том, и в другом случае идёт интоксикация организма, поэтому желательно вот эти продукты всё-таки избегать, ну и то, что касается майонеза, кетчупа, то же самое, да, то есть эти все продукты, они будут всё равно напоминать вам о привычном стиле питания, где присутствует мясо, яйца, рыба, если же вы будете готовить по нашим рецептам, где нет лука, чеснока, то вы обратите внимание, что спокойно пройдёте вот этот период, да, и почистите свой организм, вот, считается, что вот эти продукты лук, чеснок, да, они относятся к продуктам типа номер один, то есть это тамос или пища, которая забирает энергию, но мы обратили внимание, что вот в Сибири, где мы живём, да, в России, в принципе, в холодное время года, иногда на эти продукты тянет, они ещё и заземляют хорошо, да, то есть человека, который витает в облаках, и они действительно могут, они могут активизировать сексуальную чакру, да, если с этим есть проблемы, и они действительно могут использоваться как лекарство во время простуды, во время холодного периода, да, то есть, и как продукты согревающие, да, то есть если можно согреться, поэтому мы, в принципе, не против лука чеснока, но осознавайте, да, то есть, какую связь они могут давать, на что вас может тянуть, да, если вы часто употребляете эти продукты. Также мы используем нерафинированные масла, здесь желательно, чтобы у вас присутствовало какое-то нерафинированное масло, которое содержит омега-3 в питании, тогда вас меньше будет тянуть на рыбу. У нас в Сибири это кедровое масло, у него отличная пропорция, омега-3, омега-6, омега-9. Есть также масло рыжиковое, вот на картинке, на последнем месте, недорогое абсолютно масло, семян рыжика, который тоже содержит хороший состав, омега-3 в составе, да. Есть, конечно, льняное масло, но с льняным маслом нужно быть очень аккуратным, потому что после открытия через месяц-два практически оно окисляется, становится вредным, может давать головные боли. И не все его любят, да. То есть важно, чтобы продукт, который вы кушаете, чтобы он приятным был вам на вкус, да. То есть нельзя употреблять льняное масло, если вам оно кажется мерзким, неприятным. Я знаю просто, что многим нравится льняное масло, они кушают, макают у него хлеб, добавляют в кашу, то есть им это вкусно, действительно. Можно добавить в питание кунжутное масло, но вот кунжутное масло, масло подсолнечника, кукурузы, там больше омега-6, да, то есть нужно обязательно, чтобы еще были омега-3, омега-9. В оливковом масле омега-9. Есть еще такое конопляное масло, тоже можно употреблять. В конопляном тоже омега-3 есть, так же, как в льняном и в кедровом. То есть много масел покупать не нужно, но попробуйте все-таки найти то масло, которое приятное будет. Причем, смотрите, подсолнечное масло, оно тоже очень полезно зимой нам, русским людям. И подсолнечное масло, нерафинированное, холодного отжима, очень приятное. То есть часто в магазинах продается нерафинированное подсолнечное масло с очень неприятным, неприятным таким запахом пережаренных семечек и вкусом, да. То есть это не очень качественно. Поищите, бывает вот такое вот масло, да, холодного отжима, алтайское, например, которое достаточно приятное. Ну, в любом случае, вы можете хотя бы добавить оливковое масло в ваше питание, да, если вы чувствуете, что всё-таки тянет вас на рыбу, да, можете также пить добавки омега, да, то есть, если у вас в этом плане нет запретов каких-то, да, там, религиозных, то есть очень хорошие добавки омега, если нужно будет, я про них тоже расскажу, капсулы, да, то есть, которые содержат и нерафинированные, и рафинированные масла. Ну, сейчас всё больше говорят учёные о том, что омега лучше всего из растительных продуктов усваивается, нежели из рыбы, да, то есть рыба вообще, на самом деле, омега-3 сейчас очень бедна, потому что её кормят в питомниках совершенно другим способом, да, то есть, когда рыба в природе, у неё омега совсем другого качества. Йогурт, бифи-вит, бифи-лайф, здесь тоже личное дело каждого, если не хочется, не употребляйте, ну, бывает, что прям тянет человека, да, на молочку, особенно, если вы не кушаете квашеную капусту, да, потому что квашеной капусте, в дрожжевом, бездрожжевом хлебе, да, на ржаной или на пшеничной закваске, на хмелевой, там есть эти бактерии, можно, в принципе, йогурт тогда не есть. Ну, если тянет, да, то можно сделать самим йогурт, сейчас заквасок очень много продаётся, можно сделать и простоквашу, можно купить просто хороший, качественный йогурт, который хранится там 5-7 дней. Самое главное, молочные продукты, если вы будете всё-таки употреблять на программе, старайтесь, чтобы их была жирность невысокая, то есть сыры твёрдые нам не подходят, потому что там жирность около 50%, и они сильно закисляют, да, как мы уже с вами договорились. Что касается йогурта, домашней какой-то сметаны, да, молока, то есть всё это можно, но желательно, чтобы оно было фермерское или не длительного срока хранения, то есть не ультрапастеризованное ни в коем случае, и не такое, что молоко там, которое месяц хранится. Считается в аюрведе, что эта продукция тоже типа тамос, то есть она забирает энергии очень много. Обратите внимание, что во всех кофейнях сейчас, в дорогих кафе, везде используют ультрапастеризованное молоко, то есть то, которое хранится очень долго, просто это удобно достаточно, да, можно хранить его целый месяц в холодильнике, но когда вы кушаете какую-то еду, может быть очень такую, как вы считаете, вкусную, изысканную, и вам приносят кофе вот с таким молоком, имейте в виду, что пищеварение замедляется на несколько часов, если не на целые сутки, да, благодаря тому, что там присутствует такой вот тамосичный продукт. Конечно же всевозможные овощи, да, всё, что вам удастся достать в это время года. Мне даже удавалось купить цукини вот недавно, то есть зелёный такой кабачок, естественно, всё это привезённое в основном, но вот что касается лично нашей семьи, картошку, свеклу, морковь, мы всё едим своё, сдачим, если чего-то бывает не урожай, мы это покупаем, храним это в подвалах, естественно, да, покупаем мы также редьку, дайкон, и то, что более-менее выглядит, да, даже если оно привезено откуда-то, что выглядит и пахнет натуральным продуктом. Тыквы тоже сейчас ещё продаются, можно купить, брокколи в основном замороженные, но свежие тоже иногда получается купить. То есть всё, что в вашем регионе, в вашей стране, что у нас есть участники из других стран, да, то есть всё, что доступно, всё, что растёт, хранится, если есть, возможно, топинамбур, различные виды капусты, артишоки, репа, то есть всё это очень-очень полезно, и можно это добавлять в рецепты, готовить на пару, делать крем, супы и просто кушать в виде салатов. Но много салатов весной сырых мы не кушаем. Ещё раз повторю, что весной неблагоприятно кушать очень много сырых продуктов, то есть больше сырого нужно добавлять, больше проростков, когда уже начнётся конец апреля-май, когда огонь пищеварения внутренний наш тоже вместе с солнышком будет усиливаться. Обратите на это внимание. Ну, естественно, многие овощи сейчас китайские, вот как на картинке, вот видите, тут помидоры, перцы, да, но на самом деле вот те же помидоры в нашем регионе, в Сибири, можно ташкентские найти, то есть их всё равно выращивают, многие фрукты неплохие сейчас идут, цитрусовые идут, хурма ещё идёт, поэтому это тоже всё можно кушать будет. Ну, не забудьте, что на первой неделе только яблоки и изюм можно, что это антипаразитарные продукты, они не кормят патогены микрофлоры. Орешки и семена. Да, орехи, вот в виде проросков мы можем кушать семечки, да, подсолнух, это очень-очень-очень вкусно, добавляйте в каши и в салаты. В кунжутную соль мы можем добавить семя тыквы, она ещё очень полезна для мужчин, там много цинка и для пристательной железы, и также семя тыквы хороший противопаразитарный продукт, хороший такой ощелачивающий. Ну, вот орехи такие, как миндаль, фундук, кешё, желательно такие орехи вымачивать за ночь, а у миндаля снимать ещё шкурку, потому что шкурка у миндаля достаточно такая вот, как наждачка тяжёлая, она может засорять. Очень аккуратно кушайте орехи те, кто испытывает газообразование, да, и проблемы какие-то с перевариванием тяжёлых продуктов, потому что орехи для вегетарианцев это почти как мясо, да, при обычном питании, и обязательно их нужно замачивать, либо пюрировать, либо проращивать, да, для того, чтобы они легче усваивались. Вот. Ну, опять же, вот тут про фрукты, да, мы говорим то, что фрукты, а самое главное, что запомните, что касается и яблоков, в том числе на первой неделе, фрукты желательно кушать только на перекусы и не сочетать с другими видами продуктов. Чуть позже мы поговорим о том, какие виды фруктов можно сочетать. Сухофрукты тоже самое, желательно все вымачивать на ночь или там хотя бы часа три, да, если они очень мягкие, и кушать их в таком вот размоченном виде, кушать их на перекусы, не соединяясь с другими видами продуктов. Ну, сразу скажу тогда, да, чтобы не было недопонимания, что есть несколько видов фруктов и сухофруктов, которые можно сочетать с овощами, например, да, то есть с приемом пищи. Это изюм, то есть изюм можно даже добавлять в каше, это финик, это гранат, это ананас и это лайм или лимон, да, то есть изюм, финик, гранат, ананас, лайм. Поэтому можно с ананасом готовить салаты, да, то есть добавлять его, поэтому можно изюм добавлять в салаты тоже и в пловы, да, у нас есть такие блюда и в всевозможные там кашки, да, поэтому можно гранат добавлять в салаты, да, это очень вкусно, кстати, да, весной тоже. И лимон, да, то есть у нас идет практически во многих рецептах, соусы всевозможные, да, лимонный рис, то есть лимончик тоже такой продукт сочетаем очень хорошо. Вот, финик тоже самое, да, то есть можно и в кашке, и в соусе, то есть с помощью финика можно, кстати, заменять сахар, тоже прекрасно очень. Ну, правда, финик из-за того, что он очень-очень-очень концентрирован на сладке, не у всех хорошо переваривается, да, то есть это то, что нужно будет обратить внимание на какие продукты именно газообразование в сдутие идет. Ягоды. Ягоды можно будет со второй недели. И ягоды лучше всего, в основном они сейчас заморожены, не злоупотреблять ими и стараться морсики делать такие не сильно насыщенные, да, но лучше всего, вот если вы берете замороженные ягоды, вы просто заливаете их горячей водой, кипятком или просто сильно горячей, потом хорошенечко их толкушечкой, да, так мнете, мнете, чтобы они отдали в воду весь свой сок и затем процеживаете, да, то есть процеживаете, получается такой хороший очень морс. Можно делать живое варенье, то есть просто перемалывать ягоды замороженные, чуть-чуть их растаивать, перемалывать их с заменителем сахара, с каким-то полезным или с медом. Немножечко так вот кушать, то есть это тоже может хорошо восполнить тягу к кислому, сладкому вкусу, к витаминам, к витамину С, к теоксидантам каким-то, да, если вдруг будет тянуть на такое. Специи. Мы написали в первом письме, какие базовые специи нам понадобятся, я еще раз повторю, то, что очень хорошо, если вы приобретете асофетиду, да, то есть это вот эта смола асофетиды, которая как порошочек желтенький такой или беленький выглядит и добавляется буквально щепотка на блюдо. Асофетиды не просто добавляют вкус лука, чеснока, она выводит лишнюю слизь из желудочно-кишечного тракта, из организма. Она убивает глистов, да, хотя она не острая сама по себе, но вот ее не переносит всякие вот такие вот глисты, там аскориды и все такое, то есть она чистит очень хорошо при этом, да, и дает такую хорошую добавку луково-чесночного привкуса. Также это куркума обязательно нужна, имбирь молотый и свежий можно тоже для чаев, а для чаев, для супов. Зеленый кардамон, черный перец, красный перец можно, но не всем, да, то есть достаточно он острый. Для напитков очень хорошо, зеленый кардамон, бадьян, корица, ваниль, гвоздика, мускатный орех, ну, достаточно базовых таких, как корица, например, зеленый кардамон, да, гвоздика еще. Вот, в некоторых рецептах используется черная горчица, черный кардамон, это не обязательно, в принципе, если вы не найдете, ничего страшного. В некоторых рецептах шамбала используются семечки, пажатник, тоже достаточно, как бы, ну, такое не обязательно. Ну, красная сладкая паприка, она практически везде имеется. И сушеные травы, сушеная петрушка, сушеный укроп, сушеная кинза, если еще найдете, такие коренья бывают, как приправы фирма, где сушеные корни петрушки, пастернака и сельдерея. Очень вкусно добавлять их в супы на пару, и во вторые блюда на пару. Они немножко напоминают какие-то такие кусочки мяса, которые там, ну, как нам сказали, ну, очень, как бы, такой вкус дает, интересный. Базилик тоже сушеный, можно в некоторых рецептах он тоже есть. Вот. Ну, сейчас я просто пролистну блюда первой недели, да, то есть, здесь можно будет делать и салатики, понемножку, да, с проростками, ореховый соус, супчики, можно будет, с зерновыми всевозможные, варить очень вкусные, на пару. Можно будет делать некоторые такие вкусные, приготовленные салаты, как, например, шуба, только она без рыбы, да, получается, то есть, там водоросли, нори идут. это конечно же каши, паровые каши очень вкусные и разваленные каши очень вкусные, все рецепты эти у вас есть, можно делать рисовые лепешки, рисовые такие паровые лепешки, идли они называются, это индийский рецепт, можно делать запеченные горшочки, овощи очень вкусно, очень вкусно вообще сочетание гарнира, да, какого-то и овощей, можно будет делать также и пловы, прямо вот на пару, и вы удивитесь, насколько быстро это все готовится, то есть, вы сделали закладку, пошли заниматься своими делами, 20 минут, и блюдо вкусно, очень готово. естественно соусы всевозможные тоже, аккуратнее с сырыми салатами, но те, кто хорошо переносит сырые салаты, вы можете активно практически вот попробовать все вот эти салаты потихонечку делать, потому что во многих регионах сейчас уже теплеет достаточно, да, но вот в декабре, в ядваре обычно мы не кушаем много сырого, сейчас можно добавлять, единственный нюанс, это можно только в обед, да, то есть сырой салат вечером на ночь нельзя, вот, также у вас котлетки, вот всевозможные, со второй недели бобовые котлеты, обалденные просто, а на первой неделе можно котлеты делать из круп, гречневые котлеты, рисовые котлеты, рисовые котлеты с начинкой, то есть все это можно, крем-супы, рисовая лапша, вот стофу у вас на картинке, да, очень вкусная, все это можно, и вот гречневая, рисовая лапша, и цельнозерновая лапша, вот такие виды бывают, то есть все это я пробовала, Цельнозерновая, которая на картинке Прима Густа Она очень хорошая, очень вкусная Вкуснее, чем русская Цельнозерновая Есть цельнозерновые диабетические макароны То, что в России производят Они не очень вкусные, если честно Они как каша просто разваливаются Не очень А вот то, что делают из твердых сортов пшеницы Такие темные Всякие итальянские, чешские Я видела германские Они очень-очень хорошие Если очень захочется, такого-то можно себе позволить Конечно, соусы всевозможные Можно соевый соус Но соевый соус только можно качественный Типа Кикаман Еще там есть некоторые фирмы То есть, где в составе нет глютамата, натрия Где только идет Соевые бобы, пшеница, по-моему И соль То есть, стараться не брать соусы Соевые, в которых там много-много-много Всяких ешек и добавок Вот, можно самим готовить соусы С оливковым маслом С лимончиком, с травами Ореховый соус на картинке Вот здесь вы видите И можно немножечко добавлять Бальзамического уксуса Он тоже, в принципе, природный такой продукт Подсластители Конечно, мед это самое доступное Главное, чтобы мед нравился вам на вкус Потому что все виды меда, они очень разные Нужно именно такой, который будет вам приятен То есть, после него не будет какого-то неприятного Послевкусия, какого-то такого состояния Раздражения, да То есть, или перегрева какого-то такого, да Когда в желудке там жжет Поэтому мед найдите именно тот Вот, который вам нравится на вкус Ну и есть такие нейтральные заменители Сахара Сироп топинамбура Сироп финика Стевия Ну, со стевией как бы не у всех складывается Потому что все-таки у нее Необычный такой привкус есть Многие люди не могут стевию потреблять Я не могу, если честно То есть, мне привкус он кажется не совсем приятным Но некоторые достаточно хорошо Там особенно гречневые печенюшки Да, то есть, хорошо у них сочетается он идет Вот На стевии очень хорошо худеть, конечно Странить, потому что у ней практически нет калорий Кроме сиропа топинамбура Еще бывает сироп кайрового дерева рожкового Бывает виноградный сироп Сироп агавы Кленовый сироп То есть, это все продукты, которые не содержат сахара Ну, некоторые из них достаточно калорийные Если топинамбуры, то около 200 килокалорий То какой-нибудь сироп там Кыровый или финиковый Он будет 300 и больше килокалорий Да, то есть, почти как сахар Ну, и мед тоже у нас достаточно калорийный такой продукт На первой неделе яблочки можно кушать не только сырые Но приготовить себе на пару вот такие, да То есть, на завтрак вы можете кушать Либо кашу, да, сладкую или не сладкую Либо салат из пропаренных овощей То есть, из вареных овощей, например, свекла там, да Или винегрет такой вот, ну, без гороха только Но если вас тянет на сладкое с утра Мы во втором уроке поговорим про это, да Кому что лучше кушать с утра То вы можете приготовить себе вот за 5 минут вот такие яблочки на пару Также можно их запечь, но просто на пару это достаточно быстро Можно их пюрировать Сделать такое пюре вкусное с зимом, яблоками и корицей Получается, почувствовать себя ребенком Но пюре, правда, очень вкусное с корицей, с яблоками получается Иногда можно делать фреши Как я уже написала вам в первом письме Что фреши желательно пить только те фреши, у которых много клетчатки Есть такие соковыжималки шнековые, которые выжимают из килограмма яблок 900 грамм сока Получается сок с мякотью, конечно же Но обычные соковыжималки обычно всю вот эту полезную клетчатку, мякоть, они в отходы определяют Можно это, конечно, использовать, делать пироги какие-то, лепешки, оладушки Но само по себе вот это питье соков на голодный желудок утром нежелательно сладких Потому что это удар такой по поджелудочной железе То есть резко поднимается уровень сахара Поэтому соки лучше на перекусы, а лучше между приемами пищи То есть не на голодный желудок Есть еще вот такая колбаса из пшеницы Честно сказать, вот эти все колбасы на сои бывают и на пшенице То есть они все разные, некоторые сильно острые, некоторые сильно какие-то жирные Смотрите составы, то есть на первой неделе можно ту, которая только из пшеницы Со второй недели можно ту, где соя присутствует Но не кушайте много, потому что у многих именно от этой колбасы застопоривается пищеварение Не очень комфортно себя чувствует Но можно добавлять, делать салаты оливье, то есть как будто с настоящей колбасой Другие какие-то интересные такие добавки, бутерброды делать, когда хлеб добавится То есть в принципе просто знайте, что такая колбаса существует В нашем городе она есть и разная бывает Не сказать, что это очень такой продукт, вкусный, но иногда бывает достаточно удачный Такой подделка там под ветчину, там что-то еще Кто страдает по колбасе, по мясу, очень хороший для вас был бы помощник Ну и напоследок хотела рассказать о том, что на этой программе мы не употребляем БАДы Но если у вас есть какие-то проблемы, я посоветую несколько БАДов Можно 3 фолу или 3 пхолу, как она называется И я вам дам приложение ко второму уроку, где это можно все приобрести Ну я порекомендую один ресурс, где я сама просто покупаю Хотя ресурсов этих очень много Вы можете найти дешевле даже, да, но на 50 рублей, на 70 Но здесь мне нравится, что они очень четко, быстро доставляют И очень большой выбор с разных фирм Хотя я не получаю проценты с этой компанией Я не сотрудничаю с ней, просто мне именно нравится сам ресурс Там же можно купить языкочистку медную будет А там же можно купить зубной порошок Про это мы будем во втором уроке говорить Зачем нужна языкочистка, да, утром Зачем нужен зубной порошок такой горьковатый, да, вместо зубной пасты Как это очень сильно влияет на пищеварение Ну вот трифола, она идет, когда очень сильное газообразование Вы подозреваете, что есть паразиты, да, в кишечнике Сильно много слизи, сильно частые простуды, опухолевые процессы Трифолу в файле будет написано, как ее принимать понемножечку Можно будет ее попить вот прямо до лета, да, то есть почиститься Это такой порошочек, которым есть пять вкусов всем, которые нам необходимы Есть такой БАТ Авиапатикара Чурна Прекрасный БАТ от компании Шри Шри Аюрведов Порошочек такой, тоже рассказано подробно будет в файле, как его принимать Это когда просто плохо переваривается пища Просто выходят кусочки в стуле непереваренные Просто газы даже от самой простой пищи Тяжесть, да, когда живот именно растет, талия На этом БАДе очень хорошо уходит именно жир с боков То есть у человека уходит вот этот пищевые аллергии всевозможные, да То есть непереносимость каких-то продуктов Его нужно пить долго, ну месяца три хотя бы, да То есть подается вам, ну эти все БАДы стоят недорого При делах там 300-400 рублей Вот, но очень хорошо работает на несколько видов ДОЖ Авиапатикара Чурна, то есть очень хорошо для ваты, для питы особенно, да Во всех этих БАДах, вот таких как Авиапатикара Чурна Там присутствуют имбирь, кардамон, перчик пиполи, да То есть они такие, черная соль часто очень, да То есть то, что именно балансирует пищеварение То, что усиливает огонь пищеварения Чтобы не было вот этих вот недопереваренных кусочков пищи И они еще и чистят желудочно-кишечный тракт и кровь От вот этих токсинов, которые образовались от неправильного пищеварения Также есть БАД Эксклизаем, растительные ферменты Тоже очень многим он уже полюбился, понравился Это американский БАД, который очень похож на аюрведический Там в составе есть Амла, там в составе есть Рутин Для тех, у кого Варикоз И Эксклизаем хорошо работает, особенно когда есть какие-то проблемы по-женски у женщин Потому что часто все женские такие проблемы, как мастопатия, миомы, эндометриоз Это просто плохое пищеварение То есть у нас не хватает важных веществ в нашей репродуктивной системе И токсины накапливаются и откладываются в том числе в тех органах, которые рядом с кишечником находятся Поэтому Эксклизаем, растительные ферменты, абсолютно безопасные Они не вызывают привыкания, как фистал Тоже можно их принимать И в файле написано будет как Если иммунитет снижены Нагрузки очень большие Стрессовые нагрузки Физические нагрузки Обязательно Чаванпраш и Капли Шакти Или Капли Шакти Чаванпраш и Капли Шакти Немножко разные продукты Это очень-очень гипервитаминные тоники То есть они принимаются утром и они быстро очень повышают иммунитет Природными способами Чаванпраш это такая паста горько-остро-сладкая Которая обычно около 50 ингредиентов То есть это травы, специи, растения, фрукты Капли Шакти это просто жидкость Так вытяжка из нескольких растений Сама их проверяла При простуде за день-два практически простуду они могут убрать При простуде также есть прекрасный такой препарат Ситополаде От кашля, от слизи В основном от мокрого То есть когда много слизи копится в организме Вкусненький такой, достаточно остро-сладкий Он с коричневым сахаром Порошочек тоже То есть лучше его принимать во время детокса Чем какие-то химические препараты синтетические Потому что может такое быть Что вас начнет чистить Иногда организм для того, чтобы вывести слизь Сам практически провоцирует вот эту простуду И начинает выводиться активно из носа, из горла Все это Особенно если вы много кушали продуктов мясных То есть несовместимых продуктов Если они у вас накопились И вот иногда на таких детоксах происходит чистка Не сказать, что часто Потому что все-таки у нас мягкий очень детокс Больше такие вещи происходят на жестких программах На голоданиях различных Но здесь на самом деле может такое произойти Поэтому лучше такие природные И хлорофиллу или спирулину В принципе можете все употреблять Кто захочет Спирулина мне нравится в фирме Тяньши Хлорофилл мне нравится американский В капсулах, на водорослях На люцерне бывает тоже Это для того, чтобы повысить гемоглобин У кого и так с этим есть проблемы Потому что низкий гемоглобин бывает Даже у тех, кто кушает мясо Печень То есть у них все равно бывает эта проблема Очень много есть причин для этого разных И помогает усвоить Также спирулина помогает усвоить белок Сама она содержит белок И есть определенная методика Как их пить для того, чтобы похудеть Быстрее То есть в принципе это мощные такие детокс продукты Также я рекомендую хлорофиллу и спирулину Тем, кто не может кушать сейчас достаточно зелень Не получается Просто одна капсула хлорофилла утром И у вас практически все необходимое Что из зелени за день вы могли получить Вы в ней получаете Итак, какие могут быть трудности Во-первых, в неделях сразу предупреждаю Проблемы со стулом Пишите в чат Вообще все вопросы по этому уроку Пишите в чат Все, что вас интересует Все, что вы не поняли И хотите, чтобы вам разъяснили Сейчас у меня просто группа еще участниц ВИП-участницы И которые на пакете стройные идут И мы делаем индивидуальные рекомендации Анализ типа конституции Поэтому я сейчас как раз этим занимаюсь На этой неделе Сухость кожи может быть Высыпание С этим тоже будем работать Будут специальные такие техники Как убирать сухость кожи Часто чистка организма идет через сухость кожи Такое бывает Нелюбовь к крупам гречки Например, есть рецепты Которые вашу нелюбовь это уберут Когда мы делаем котлетки из круп Когда мы делаем пловы Когда мы используем специи Вкусняшки всякие И тогда это проходит Можно даже из гречки пророщенно делать соус Очень вкусный Лепешки Если вам именно каша не нравится Когда тянет на сладкое На выпечку Тоже пишите Буду рекомендовать Какие рецепты можно будет использовать Тем более, что сладкого вкуса У нас будет много Он будет идти из овощей Из фруктов Из ягод И даже из круп И даже из бобовых То есть все эти продукты Они сладкие Тофу сладкие Проростки сои сладкие И большинство проростков У них много сладкого вкуса Низкое давление Слабость, головные боли Бывает часто у тех Кто резко переходит От мяса К элитарианскому питанию Есть тоже способы Как это победить То есть как увеличить Но переход иногда Несколько дней От одного до трех дней Может вот такое давать Ну и часто головные боли Это нехватка воды Чистой, хорошей воды Тогда нужно пить теплую Подогретую воду Не кипяченую А именно подогретую Чтобы убрать Вот эту головную боль Помочь почкам Очиститься от токсинов Ну и чем больше Ваш организм засорен Тем больше Вот это состояние Будете использовать Ой, испытывать Первые дни Только это идет Низкое давление Слабость, головная боль В принципе Для тех Кто уже не первый раз Приходит на детокс У вас ничего этого не будет Вы уже знаете Что организм У вас уже подготовлен Саботаж Самосаботаж Зачем это Мне хочется все бросить Ну бросьте на один день На два дня Если хотите Потом возвращайтесь К нам А все равно Не теряйте с нами связь Саботаж Бывает Обычно Бывает у тех Кто Перфекционисты Идеалисты То есть хотят Что все было идеально Но что-то не получается Ну как я уже сказала Срывов у нас нет Да И мы Никого не ругаем Не осуждаем Поэтому просто Будьте на связи Будьте в нашем кругу силы И это все пройдет Вкусом наслаждаться И он хочет Вот именно этот вкус Ощутить А не потому Что тело просит Первое Нужно посмотреть Достаточно ли Белковой пищи Что вдруг Вы только каши Кушаете И овощи То есть Нужно обязательно Добавить И орешки И семена И зерн И пророски То есть В которых много белка Это можно Как бы сделать Есть такие котлеты Из пророщенной пшеницы У нас новый рецепт Когда Они очень Очень Когда они готовятся С чесноком Они очень похожи На просто Говяжьи Мясные котлеты Есть котлеты Из бобовых Когда мы кладем В них Сушеную петрушку Укроп И сушеный базилик Очень сильно Это напоминает Вкус мяса И в принципе Любые котлеты Из круп Из бобовых Если вы приготовите С луком С чесноком Они будут Как мясные На вкус Можно купить Вот этот Тофу Тверденький Он будет похож Можно поесть Творожный сыр Панир Есть такой рецепт Приготовить Либо сейтан Сделать Либо соевое мясо То есть Все это Очень сильно Будет похоже Вам просто Найти нужно Именно тот продукт Который Будет вам Напоминать Очень мясо На этот период И вы увидите Что это просто Ум хочет Почувствовать Что-то твердое Такое На самом деле Тело Прекрасно Наедается Другим Каким-то Белковым Продуктом Вот Еда в столовой Пересолена Слишком жирно Невкусно Бескусно Да Это такой Вот И бонус И минус На самом деле То что Когда очищаются Рецепторы Особенно Когда вы будете Язык чистить Языко чисткой Да И почувствовать На более здоровую пищу Перейдете Вам будет казаться Что в кафе В столовых Все пересоленое Жирное Безвкусное Без специи Да И да Это есть такой минус Желательно Тогда Если вам Все-таки Приходится Питаться В столовой Что-то дома Готовить Брать с собой В небольшом контейнере Чтобы То что будет Добавлять вам Шесть вкусов Вот То есть Какой-то Хотя бы Один продукт С собой Брать Очень просто У нас все Адаптируются К тому Чтобы В маленьких Термосах Каких-то С собой носить Эти продукты Потому что Мы против Микроволновки Подогревать Микроволновки Очень вредно На самом деле В нашей программе Я тоже рекомендую Вам От микроволновки Отказаться Ну вот У меня муж Просто Если ему нужно В столовой поесть Он ест Еле теплую Такую еду В такие столовые Где все холодное Он не ходит Но он запрещает Подогревать его Микроволновки Потому что Знает Что это Достаточно вредно Вот И Последние У нас два слайда Сейчас Домашнее задание Запишите Под этим Вводным уроком В чате Авторизуйтесь Через свою Какую-то Соцсеть Через фейсбук Через контакт Иначе он не даст вам писать Нужно обязательно Авторизоваться Запишите свою цель Можете записать Замеры Объем талии Объем груди Объем бедер Можете только талию Записать Но записать Нужно обязательно А если Вы стесняетесь В чате писать Напишите В ежедневнике В чат Вы можете написать Цель записала Задание выполнено Хорошо очень Отписываться Про домашние задания Во-первых Будете мотивировать Остальных А во-вторых Я тоже буду Видеть Обратную связь Насколько Группа Участвует Насколько Нужно вас Дальше взбадривать Или нет Тетрадочку Или ежедневник На программу Обязательно Заведите Чтобы Фиксировать Какие-то Полезные информации Реакции На какие-то Блюда На продукты Записывать Это все И в следующем году Вы можете По этой тетрадке Самостоятельно Пройти такой детокс Сэкономить Деньги Либо вы можете В течение года Обращаться к ней Что-то вспоминать То есть То, что вы забываете Потому что Когда вы Закончите программу Какие-то вещи Будут забываться Это Бывает Такой Информации Очень много У нас Купите Все, что вам Необходимо Хотя бы Базовые Злаки Овощи Крупы Семена Кунжут Чтобы сделать Кунжутную соль Одно-два Масла Нерафинированных Полезных Каких-то Мед Или заменители Сахара Орешки То есть Самые полезные Орехи Миндаль Кедровый Грецкий Кешью Который У нас В рецептах Присутствует Базовые Специи Тоже Хорошо бы Купить Если нет Вообще Магазинов Вы живете В каком-то Поселке Закажите По интернету То есть За неделю За две К вам придет Немножечко Первое время Будете по-простому Все готовить Пароварка Мы написали вам В письме Не буду здесь повторять Можете по ссылкам Брать и посмотреть Как это выглядит Все эти пароварки Одного ресурса Какого-то Мы не рекомендуем Постоянно То появляются То пропадают На разных ресурсах Но с пароварками Сейчас проблем нет Очень многие люди Готовят на пару И можно купить Пароварку В пределах Маленькую Там от двух Трех Большую Там до четырех Пяти Шести тысяч Очень хорошую Можно купить Вставку На стройку Такую На кастрюлю За тысячу рублей Можно купить Просто Нержавеющую Такую вот Веерную Складную Вставочку Но она Не подойдет Для супов Как я уже написала Вот Ну Пароварка Это самый главный Помощник на детоксе В зимнее время То есть если летом Можно обойтись Без пароварки На детоксе У нас То вот Весной Это просто супер Потому что на пару Все блюда Получаются вкуснее Гораздо Даже без дополнительных Жиров Да И Кушая такие блюда Вы начинаете Сразу стройнить Кому это нужно Да Потому что Сильно уходит Вот Избыток Вот этого жира Уже Да Рафинированного То что у нас При жарке Обычно Вот А сочетание Специи И продуктов Которые мы Используем Трав На пару Дает именно Вкусовые качества Хорошие Что у вас Не просто Какая-то Паровая Безвкусная Пища Изучайте Сборник Рецептов На первую Недель Начинайте Что-то готовить Пробуйте Обязательно Изучите Вебинар Про проростки И начните Проращивать Хотя бы Найдите Пшеницу Да Для проращивания Хотя бы Семечки Очищенные Да Что-то попробуйте Прорастить Чечевицу Можете попробовать Прорастить Маш Но они нам понадобятся На второй неделе То есть Можете пока там Тренироваться Готовиться Вот Обратите внимание Что есть Нюансы Как готовить Лен Да То есть Там есть Некоторые Такие Особенности Что его Не замачивают Вот На этом Наше занятие Большое Вводное Первое Закончено И На следующем Занятии Через несколько дней Вы его получите Тоже до начала Еще программы Утренние Вечерние Практики Самое важное Да Что касается Диночария То есть Режим Который влияет На пищеварение Очень сильно Режим питания Что кушать На завтрак Обед Ужин Перекусы Сколько Пить воды Как готовить Супы на пару Вторые блюда На пару Почему именно На пару Какие еще Технологии Мы применяем Кроме пароварения Чем заменять Вредные продукты И зачем Как не переедать Как превратить Прием пищи В такой прием Который Будет давать Гормональное равновесие Как повысить Осознанность В питании И Почему Нарушается Пищеварение От некоторых Видов продуктов Вызывая Пищевую аллергию Которую Вы можете Даже не знать Она будет У вас Проявляться Будем говорить Как это Именно проявляется Вот И Ко второму Занятию Также мы Сделаем Вот этот Вот Файл Это будет В приложении Уже будет Лежать На хранилище На нашем Где Я также Распишу Как принимать И где Купить Вот эти все Препараты Помощники Бады Помощники Если вы Почувствуете Что они вам Все таки Понадобятся То есть Если вы чувствуете Что нужна Поддержка Но Не спешите Не торопитесь Да То есть Само по себе Вот это питание На нашей программе Оно уже является Целебным Лечебным Да И у нас Присутствуют Специи Которые тоже Работают Как лекарства Во многих Наших блюдах Вот Потому что Я знаю Что есть люди Которые просто Не могут Они любят Постоянно Бады Какие-то Пить Вот Не торопитесь Да То есть Можете писать В чат Некоторые вопросы По Болезням Да Но Мы будем Отвечать Только в общем Виде Да То есть Потому что Индивидуально Можно работать Только когда Я вижу Именно Тип Конституции Когда я Смотрю Карту Астрологическую По здоровью И это Для этого У нас есть Пакеты Стройные И пакет Грациозный Вип Но в чат Вы можете Писать Вот с чем Это может быть Связано Да Вот такое Состояние Очень много Есть Психосоматики Особенно У таких Людей Которые Ходят На Подобные Тренинги Часто Болезни Идут Не от Продуктов Не от Тела А именно От ума То есть Как это Говорится От эмоций Больше Вот И в этом Плане Тоже Очень хорошие У меня есть Наработки По новой Германской Медицине Вы можете Я буду Говорить Какие конфликты Могут Давать Такие Недомогания Вы можете Просто У себя Их Тестировать Да То есть И Тогда Наш Процесс Прохождение Детокса Во время Великого Поста Он превратится Действительно В исцеление Не только Тела Но и Души Да То есть Можно будет Поработать С какими-то Своими блоками Тоже Самостоятельно Желаю Вам Хорошего Удачного Активного Начала С любовью С осознанностью Без насилия К своему телу Не Ставьте Перед собой Слишком Высокую Планку Высокие Требования Если Вы Впервые С такой Программой Знакомитесь Впервые Пришли Дайте Себе Время Чтобы Немножечко Войти В программу Дайте Время Своему Подсознанию Принять Некоторые Вещи Попробовать На Опыти Не Все Сразу На Самом Деле Мы Сейчас Очень Сильно Сократили Уже Программу Потому Что Поняли Что Для Новеньких Бывает Тяжеловато Некоторые Вещи Воспринимать 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 Такую Информацию Вот Что Можно Сказать Добрый Путь Желаю Всем Счастья Здоровья И Желаю Всем Отличного Эффективного Приятного Прохождения Детокса